Телесинка представляет Телесинка представляет Альмудена Папа! 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 Цесар Тата! Альмудена Тата! Отец! Посмотри на меня Помогите Посмотри на меня, Альмудена Я люблю тебя Люблю Уедем Альмудена Поехали Поехали Папа! Папа, пожалуйста, не умирай Поехали Я не могу Не могу так уехать Сесар Помоги же моему отцу Да Но ты останешься со мной Феликс Феликс Думаешь, он выживет? Никто после такого не выживает Никто после такого не выживает Ему пол головы снесло Хотя крысы не дохнут Налейка самая крепкая, что у тебя есть Что теперь будет, отец? Сесара арестуют и все сначала? Это была скорее дуэль Мы все видели Нужно что-то сделать Это нельзя так оставить И что нам делать? Праздновать Мы избавились от дьявола Давай, Арминья Доставай стаканы Сегодня большой праздник Отлично Сегодня я не буду спать Кому еще стакан? Разбирайте Всем веселиться Сынок, что случилось? Господи, у тебя кровь Себастьян Что ты делаешь? Никуда ты не пойдешь Ты ранен Элена, присмотри за трактиром Думаешь, люди Лоба придут отомстить? Полиция всех нас арестует Убеди его уехать Пытался, он не слушает Пока Лоба жив, технически он не убийца Так что спокойно Не волнуйся Проклятье Что такое? Пошли Черт Стоп его Он развлекается Цесарь, хватит Уедем сейчас, получим фору Пусть приходят Я их жду Не очень хорошая идея Стрелять рядом с динамитом Хочешь, чтобы все на воздух взлетело? Взлетело Что ты творишь? Хватит Хватит, дай мне оружие Уйди, Роман Не хочу вас видеть Вон Цесарь Я сказал, уходи, Роман Лучше с ним не спорить Все, пошли Новых несчастья нам не нужно Пошли Лучше с ним не нужно Кто-нибудь Где все гости? И мои сестры? Простите, сеньорита Где Анибаль, нашла его? Нет Как это нет? Я везде искала и не нашла Что происходит? Объясните мне, что здесь происходит? Отец умирает Цесарь прострелил ему голову Где он? Его оперируют в гостиной Не может быть Я все сделал, но не смог вытащить пулю Почему не смог? Это опасно Сделай что-нибудь Иногда лучше ничего не делать Он выживет Не знаю Но боюсь, твой отец превратится в овощ Феликс Что будем делать? Ждать Ждать? И никто ничего не сделает? Ненавижу этого человека Ненавижу Роса Отпусти меня Ты тоже виновата Нет Девчонки ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Просыпайся! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оставь мою семью в покое! Ты меня слышал? А ну, слушай! Ненавижу тебя! Пошла вон! Пошла вон! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Роза! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Альмудена! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Роза! Альмудена! Что случилось? Неси ее сюда! Не волнуйся, милая! Глазам больно! Ничего, милая! Сейчас! Все хорошо тебе! Клади ее сюда! Успокойся, малышка! Я ничего не вижу! Что случилось? Что ты сделал? Роза! Роза! Феликс! Где Феликс? Мне очень больно! Феликс! Что случилось с моей сестрой? Не знаю, во дворе что-то вдруг взорвалось. Как взорвалось? Что? Динамит. Я не знаю, как он взорвался. Она глаза открыть не может. Как ты смеешь сюда приходить, ублюдок? Что твоя сестра забыла у меня дома? Ты заплатишь за все, что сделал моей семье. Феликс, найдите же Феликса! Феликс! Феликс, пожалуйста! Уходи! Исчезни из моей жизни! Навсегда! Тата! Если бы ты пошла со мной, когда я просил, этого бы не случилось. Ты – ничтожество. Мне больно. Ничего не вижу. Я его нашла. Быстрее. Идем. Уходи. Феликс, пожалуйста. ЗЕМЛЯ ВОЛКОВ Шесть месяцев спустя. Феликс. Фельс. Феликс. Феликс. Фельс. Фельс. ВОЛКОВ Спириот. Вперёд! Вперёд! Всё наше. Посмотрим, что у них здесь такого ценного. Сесар! Ты цел? Стоит признать, что этот швейцарец – гений. Когда-нибудь тебя всё-таки убьют. Это всё, что есть. Пожалуйста. Смотрите, отец. Расстреляно 15 крестьян, состоящих в организации «Чёрная рука». Ещё не читали? Как мне прочесть? Здесь шрифт слишком мелкий. Мигель! Что вы задумали? Держи, дедушка. Что за чёрт? Откуда у тебя деньги? Взяла из сбережений. И не спорьте, вам они нужны. Эти деньги для выпал синьор Лобо. Их нельзя трогать. Синьор Лобо – больше не проблема, отец. После стольких лет мучений вы забыли, что были счастливые времена. Ладно, Мигель, иди играть. Дочка. Вы этого заслуживаете, отец. Но моли Бога о помощи. И чтобы синьор Лобо навсегда остался дураком лежать в постели. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Какие очки? Моя девочка постаралась. Отлично. Дайте мне моркови, чечевицы и две бутылки вина. Сейчас. Ты же вчера брала. Трактир полон. Жаловаться в последнее время не на что. Люди в хорошем настроении. Пока кошки нет, мышки веселятся. Это сюда, а это сюда. Заверни. В газету? Вы же не дочитали. Нечего это читать. Только голову ерундой забивать. Упрямая как мать. Упрямая как мать. Тата. Тата. Платье рваное. Даже бродяги в таком трепье не ходят. Мне нужно платье сейчас. Мы не можем тратить им вес. Новое платье меня бы порадовало. Пойми, мы раздарены. Все изменилось. Никто не приносит нам ни сыра, ни молока, ни фруктов. Раньше всегда кто-нибудь заходил, но с тех пор, как это случилось с твоим отцом, мне жаль. Я попробую его починить. Тебе заняться нечем? Только на тебя смотреть. Ну как? Ты очень красива. Что ты делаешь? Твоя сестренка решила меня освежить. Мы теряем по две-три коровы в неделю. Знаю. Знаешь, ты даже не отделил больных от здоровых. Делаю, что могу, сеньора. Не надо мне указывать, как делать мою работу. Ты грубиян, слышишь? Будь здесь, а не больно. Но его нет. И сеньора Лобо тоже. Так что, с вашего позволения. Я не знаю, что делать. Однажды я его пристрелю. Нам нужен настоящий управляющий. Нужно найти Анибаля. Только мне купить ноги. Нужно найти термин. Нужно найти фильтру. Производит. Хороший вид. Да. С COMMITTОй цветов. Ирина. Добрый день. Куда ты? На землю, Валков. Ну как? Тебя стреляли? Да, сработало. Но надо усовершенствовать. Главное, работает. Джамари. Что это? Не знаю, ты мне скажи. Пришло оборудование. Ничего себе. Я говорил, ничего не получится. Воровать не выход. Пора отвыкнуть от старых привычек. Чтобы купить такое, нужны деньги. Теперь мы предприниматели. Пусть с долгами, но предприниматели. Честные. Дай посмотреть. Франсиско Гоя? Это Гоя? Это еще что? Боже мой. Это известный художник. Да. Лучше бы деньги нарисовал. Мы потратили все на новые дома и оборудование. А что теперь? Зачем нам эта машина, если нет бутылок? Если будем усердно работать, может, через пару лет? Как это через пару лет? СССР мы не можем. Мы открываем фабрику немедленно. Он никого не слушает. Только спешка и амбиции. А ты чего молчишь? Он ведет себя словно одержимый. Он такой с тех пор, как дочь Лоба его бросила. Женщины. Без них у нас бы не было столько проблем. Мы были бы счастливы. Только мужчины. Одни в своем мире. Без конфликтов. Без сложностей. Я в город. Подожди, я с тобой. Меня пугают его разговоры о мужчинах. Ты меня не так понял? Мне нравятся женщины. Куда вы? Завтра ее заберут. Спасибо. Я знала. Знала, что они больны, уйдет далеко. Его видели недалеко от холмов. Насколько недалеко? Иногда он спускается за продуктами. И с ним все хорошо? А как иначе? Это Анибаль. Я пойду за ним. Нет. Почему? Я пойду за ним. Что-нибудь узнали об Анибале? Да. Заметили, как на нас смотрят? Сукины дети. Как стервятники ждут, когда отец умрет. Оставь. У нас есть проблемы поважнее. Только этого не хватало. Субтитры создавал DimaTorzok Пойдем. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Открыто? Днем и ночью. Круглый год тебе прочистят трубы в доме Росарио. Донь Росарио? Это я. Меня прислала красотка Аделла. Сказала, вы могли бы дать мне работу. У вас отличное заведение. Сядь. Что вы делаете? Подними ногу. Что? Поднимай. Открой. Чисто. Минутку, сеньоры, прошу вас. Принято. Получу жилье, еду и четверть от заработанного. Не волнуйся. Тут большинство клиентов самые обычные. Миссионерская поза. Без извращений. Нет, нет. Я не шлюха. Я артистка. Конечно, мы все здесь артистки. Она, это серьезно. Росарио, мне нужна работа. Да, но у нас тут не кабаре. Вы должны это увидеть. Что у тебя здесь? Вон отсюда! Видишь, дверь, пошла вон. Пожалуйста. Никаких, пожалуйста. Пошла вон, ведьма. Лола, отпусти мне больно. Это даже незаконно. Привет. Сесар Браво. Не ожидала тебя здесь увидеть. Как ты? Пришли мне девушку наверх. Для тебя самую лучшую. Да любая сойдет. Нет. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так не может продолжаться. Когда отец очнется, у нас ничего не останется. Ты должна смириться, дорогая. Возможно, твой отец никогда не очнется. Субтитры делал DimaTorzok Сукин сын! Сукин сын! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ты правда возьмешь Росу к себе на работу? Конечно! Видишь? Мне нужна такая способная медсестра. Я хочу стать врачом. А молоко? Роса, ты не можешь стать врачом? Почему? Потому что слепая? Нет, потому что ты женщина. Зануда. Оставь малышку в покое. Она восстановит зрение и сможет делать, что захочет. Будем надеяться. Передай кофе. Осторожно, горячо. Спасибо. Падре? Отец? Антонио? Синьор, как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо. Какой сегодня день? Среда, папа. Роса. Роса, дочка. Что у тебя с глазами? Несчастный случай. Взрыв в Лаки Браде. Лаки Браде? Где братья Брабо? Они еще там. Смотрите, отец. Альмудена ждет ребенка. Альмудена? Как долго я был в постели? Шесть месяцев. Почему здесь так тихо? Где слуги? Где Анибаль? Анибаль уехал. Вы не помните? Куда? Почему? Вам нужно привлечь. Что здесь происходит? Что здесь происходит? У нас были проблемы со скотом, отец. Все вышло не так, как мы ожидали. Подготовьте мою лошадь. Вы слишком слабый, отец. Сядьте. Я сказал, подготовьте мою лошадь. Отец. Что с ним, Анибаль? Подготовьте мою лошадь. Сейчас же. Жан-Мари, успокойся. У меня от тебя голова кругом. Я ищу, куда ее повесить. Раз она здесь, надо любоваться. Этими пуглами? Это произведение искусства. И хватит пить. Не сердись, французик. Ну-ка, попробуй. Давай. Не хочу. Ну, вот. Лола. Привет. Я нашел картине покупателя. У нас тут небольшая проблема с картиной. Что за черт? Это каша. Пахнет не очень, но безумно вкусная. Надеюсь, дыру не прожжет. Быстрее, Жан-Мари, исправь это. Она должна быть как новая. А кто этот таинственный покупатель? Торговец предметами искусства. Это ведь законно? Нельзя отдавать такое сокровище, кому попало. Никак не привыкну к этому миру воровства и бесконтрольной преступности. Слушай, Дамьян. Наши долги перед сеньором лоба только на словах. Так что, если Бог нам поможет, и он умрет, наши долги умрут вместе с ним. Наполни, пожалуйста. Думаешь? Конечно. Что скажешь, Армения? Отец мой красавец. Ему очень идут очки. И неправильный счет ты мне не подсунешь. Я все увижу. Запиши на меня. Спасибо. День добрый. До свидания, Педро. Мануэль. Дамиан. Ансельма. Привет, Антонио. Лена. Эрмения. Налей всем за мой счет. Хочу отпраздновать вместе с вами мое выздоровление. Господь был очень добр ко мне. Простите, сеньор лоба, но мне нужно коня подковываться. Идемте домой, отец. Элена, подумай над своими действиями как следует. Если это угроза, я не боюсь. Что еще вы можете нам сделать? Все равно. Вы уже все у нас забрали. Ты осталась прежней. Я это уважаю. Но я не понимаю, зачем ты бросаешь мне вызов. Думали, я не вернусь, да? Но я здесь. Сильнее, чем когда-либо. Да. Анибаль. 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 Анибаль? Анибаль? Анибаль, наконец-то! Что ты здесь делаешь? И ты прятался здесь все это время? Зачем ты пришла, Ньевис? Я пришла за тобой, Анибаль. Ты должен вернуться со мной домой. Сесар выстрелил отцу в голову. Еще был взрыв, и Рауса слепла. С тех пор, как ты ушел, все ужасно. Твой отец мертв? Нет, но очень плохо. Мы не справляемся с хозяйством. Ты должен пойти со мной. Нет, я не вернусь в твой дом. Так сильно нас ненавидишь? Раньше ненавидел. Но в горах нам учился тому, что у каждого свое место. И мое не в большом доме. Да ты превратился в философа. Тебе пора, скорость темнеет. Дорога здесь очень опасна. Пожалуйста. И не ищи меня снова. Не найдешь. Ты трус. Сбежал, когда больше всего был нужен. Отлично, оставайся. Вперед. Синьор Лобо, разрешите? Почему это со мной происходит? А что ты ожидал от пули в голове? Чудо, что ты дышишь, Антонио. Господин Майор ждет, что ты его примешь. Пусть зайдет. И позови Севастьяна, я хочу его увидеть. Лидия, подай мне те папки, пожалуйста. Об этом никому ни слова. Господин Майор, можете пройти. Добрый вечер. Синьор Лобо, как я рад, что вы поправились. Да. Оставь при себе свое лицемерие, Пепе. Ты, как и вся деревня, не мог дождаться моей смерти. Но не дождешься. Никто не дождется. Но как вы могли подумать? Ты же знаешь, что большинство заведений здесь мои. И что большинство торговцев открыли свое дело, потому что я одолжил им денег. Не так ли? Да, разумеется. Также вам принадлежат дома и земли, на которых они работают. Чедрость всегда была вашим главным достоинством. Я хочу вернуть все свои деньги. Здесь список людей и суммы. Но это большие суммы, они не смогут заплатить. Тогда в тюрьму их. Оплатить будут их дети. Или дети их детей. Синьор Лобо, подумайте еще раз. Вы обрекаете их на нищету. Понимаете, за эти месяцы многое изменилось. Вполне возможно, против вас готовится бунт. Надеюсь. Звали? Да, Себастьян. Отвези ты письмо в Бадахас. И смотри в оба. Можете на меня положиться. Эти неблагодарные людишки не знают меня. Набросились на мои объятки, как голодные псы. Но скоро подавятся. А потом я окончательно разберусь с братьями. Браво. Привет, красавица. Где Мегелитто? В постели. Уже поздно. Он ждал тебя. Да, знаю. Прости, не успел. Как всегда. Уйди, от тебя алкоголем несет. Ты слышал, что Лобо поправился? Явился в деревню свежий, как огурец. Что? Когда человеку стреляют в голову, он умирает, а не скачет на лошади. Сокин сын. Я нагрубила ему в трактире. Моя девочка. Нет, Роман, нет. Хоть раз подумай здраво. Я ошиблась, я должна извиниться. Скажу, что отдам ему часть денег. Никуда ты не пойдешь. Не волнуйся, я достану тебе деньги. Отлично. И где ты их достанешь? Не знаю, Элена, но ты не пойдешь разговаривать с Лобо. Что это ты решил мне приказывать? Я ведь... Я... Твой жених? Нет, Роман, ты мне не жених. Нет. Это кто я? Друг? Сосед? Неужели она? Стой, стой. Нет, Роман. Ну, кто так делает? Нет, пожалуйста. Пожалуйста, стой, стой, стой. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, нет. Зачем ты пришла? Зачем? 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 Зачем ты? Я пойму... Зачем ты? Трясом, ты мне не что-нибудь... Зачем ты не видела? Зачем ты спрашиваешь? Зачем ты? Надо же. Столько лет живу на свете, но меня все еще можно удивить. Доброе утро, сеньор Лобо. Как вы? Чуть больше свинца в теле. Но жив. Что ж, сегодня вы лучше выглядите. Послушайте, я не хотела... Знаешь, сколько людей приходило справиться о моем здоровье? Я помогал вам, защищал вас, а вы повернулись ко мне спиной. Нет, Лена, на тебе я не стану отыгрываться. Ты единственная, кто подошел поговорить со мной. Если честно, я пришла не просто поговорить. Ты честная и очень смелая. Чего ты от меня хочешь? Мы с отцом усердно работали, чтобы достать деньги, что вы просили. Это очень большая сумма, но мы продолжим работать, чтобы заплатить вам. И что? Нам нужно больше времени. Вы можете нам доверять, сеньор Лобо. Ясно. Тебе нужна новая отсрочка. Мы заплатим все до последнего центава. Возьмите, пожалуйста. Хорошо. Мы можем поговорить и вместе найти решение. Элена. Идем. Что он здесь делает? Я пришел за ней. Какие-то проблемы? Уйди, Роман. Это не твое дело. Я сказал тебе не ходить. Не обращайте на него внимания. Я его не звала. Возьмите, если вы дадите нам время. Нет, Элена. Я думал, это наше личное дело. Мы вряд ли найдем решение. Твой отец должен заплатить мне выговоренный срок. Поехали. Моя лицо было у Лобо. Он к тебе больше не подойдет. Роман, я почти с ним договорилась. Почти. Элена, все знают, чего эта свинья от тебя хочет. Ты еще спасибо скажешь. Отлично, спасибо. Посмотрим, как у нас отберут магазин, а отца посадят в тюрьму. Прости, но я не хочу видеть тебя, Слова. Это невыносимо. Пойми ты, наконец. Ты никто, чтобы говорить мне, что делать, а что нет. Значит, я никто? Слушай, Роман, ничего не получится. Не получится, потому что ты виделась Лобо. Не получится, потому что бессмысленно. У меня полно проблем, а ты не можешь дать мне того, что мне нужно. Посмотри на себя. Ты еще ребенок. Ты должен бегать за девчонками своего возраста, а не быть здесь со мной. Не хочу я бегать за девчонками, Элена. Я хочу быть с тобой. Насчет денег не волнуйся. Я найду выход. Я люблю тебя. Но я тебя не люблю. Я люблю тебя. Если мэр сказал, что должен с нами поговорить, надо подготовиться. Ему пора платить мне за аренду трактира под народные собрания. Да, от него не дождешься. Добрый день, господин мэр. Налень мне воды, пожалуйста. Добрый день, господа. Мои обязанности... Мои обязанности мэра не всегда приятны. Всем известно, что большинство из вас арендуют жилье, помещение и землю у синьора Лобу, которого вы взяли в долг. И регулярно его выплачиваем по его же счетам. Да, но теперь он просит вас вернуть его. Целиком. За неделю. Ему нужны деньги, он имеет право потребовать их возвращения. К тому же, все эти годы вы злоупотребляли его щедростью. Щедростью? Да это обдирательство. Тихо, тихо. Что с нами будет, если мы не заплатим? Закон в этом случае гласит, кто не заплатит, должен покинуть владение. Кроме того, неуплата долга караются тюрьмой. Тюрьмой? Это по закону? Вы, видимо, не так поняли. Да, Эрминия тюрьмой. У меня есть список. Я оглашу его, чтобы все знали, сколько каждый из вас остался должен. Сарапио Льяно Мартинес. 250 риалов. Андреас Манкада Эспосито. 50 риалов. Что стало с моей землей? КОНЕЦ Он все у нас заберет. Если бы только это. Ты слышал, что по закону. Если не уплатим долг, нас посадят в тюрьму. Сначала нас, потом наших детей. Их детей, и наших детей. Жизнь собачья. Нет ничего хуже, чем быть бедным. А я вот что вам скажу. Я бедная, но не немая. И не собираюсь молчать. Я буду бороться за свои права. Наневна, ты имеешь право лишь на свое тело. И то, пока лоба его не потребует. Давайте смейтесь. Самое время для шуток. Детка, у нас могут забрать все, но не смех. Еще вина. И всех это устраивает, Ансельма. Если не будем себя уважать, никто не будет. Вся Испания встает на ноги. А мы что делаем? Ничего. Довольствуемся подачками. Я с тобой согласна, но что мы можем сделать? Что вы, не знаю. Но я пойду к лоба. И скажу, что у меня нет денег. Что мой отец работал как проглятый, чтобы выплатить долг, и он не имеет права выгонять его, как собаку. Да, это точно. Да, мы для него как животные. Хуже. Даже у его скота есть крыша над головой. И у них всегда достаточно еды. Поэтому я не просто поговорю с ним, я потребую. Красиво говоришь, но закончишь в тюрьме. Возможно. Но я хотя бы попытаюсь. Какого черта, Ансельма? Мы все трусы. Синьор Лоба сейчас слаб, как никогда. Мы должны сделать так, как говорит Элена. Я с тобой. Нет, Армения, я говорю за себя. Я никого не заставляю. Элена права. Если сейчас не выступим, то когда? Мы с Эленой? Да. Не слышу. Вы уже как мертвые. Мы с Эленой, да или нет? Да. 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 Тихо, тихо. Молчите. Удиво он, что вы на меня вышли. Меня сложно найти. Говорят, у вас есть что-то интересное. Не просто интересно, это подлинное произведение искусства. Чудо от самого Франциско Гойи. Эта собственность была когда-то собственностью Герцогини де Альба. Высоко ценится как европейской знатью, так и знатоками искусства. Хватит, давай по делу. Что за вонь? Да, чтобы дольше хранилась картину, подвергли органической обработке. Какая разница, как она пахнет. Главное, у нас есть картина. А деньги? Это пахнет гораздо лучше. Полагаю, чек им не понадобится. Нет, почему всегда что-то идет не так? Воришки, проклятые. Ты, давай деньги. Давай. Мы воришки. А вы? Что-то никто из вас не похож на Герцогини де Альба. Ничего смешного. Сейчас вы потихоньку уйдете и оставите мне и деньги, и картину. Хорошо, мы уйдем. Но можно мне докурить сначала? Ты куришь? Ты меня нервируешь. Ладно, не волнуйся. Мы уже уходим. Бери деньги, Роман. Ты с ума сошел. Пошли. Скорее, сесар, уходим. Давай. Не понимаю, как вы позволяете братьям Браво жить на этом свете после всего, что они сделали? Это мое дело. А ты сходи в деревню, собери всех и дай им понять, кто здесь командует. Задействуй еще людей, если понадобится. Я на вас больше не работаю. Тогда зачем ты пришел? Скажем так, в гости. Значит, вся деревня отвернулась от вас? Да. Все вы одинаковые. Собаки, кусающие руку, которые их кормят. Но довольно. Я потребовал выплатить за неделю все, что они мне должны. Это все объясняет. Вы должны быть осторожны. Знаете, что бывает, если поймать зверя в ловушку? Я принял решение. Мне не нужны твои советы, Анибаль. Мне нужен ты сам. Хотите, чтобы я снова стал управляющим? Требую. Так мы не договоримся. Ты мне должен. Из-за тебя я в таком состоянии. Ты позволил этому подонку выстрелить в меня? Меня там не было. Ты бросил меня, когда был мне так нужен. Вы сами вынудили меня уйти. А теперь вынуждаю тебя остаться. Будешь администратором. Получишь двойное жалование, спальню в большом доме и полную власть. Никто, кроме меня, не сможет тебе указывать. Хотя я с каждым днем значу все меньше. Останусь на некоторое время. Пока вам не станет лучше. Хорошо. Теперь побрейся и приведи себя в порядок. Ты похож на пугало. Ступай. Аккуратно. Так. Привет. Анибаль? Это ты? Моя девочка. Малышка. Ты такая красивая и так выросла. Но я не вижу. Ты так изменился. Я вижу, ты тоже. Поздравляю. Анибаль. Анибаль. Наконец-то. Я сама вполне справляюсь, но твоя помощь не помешает. К вашим услугам, синьорита. Ничего себе. Что это за волосатая чучела у нас во дворе? Это Анибаль. Ты уверена? Ну-ка, потрогай. Он как медведь. Ты вернулся, и все снова будет хорошо. Идем. Что ты здесь делаешь? Чтобы к заходу солнца твоей ноги здесь больше не было. Ты сошел с ума. Кажется, я тебе уже говорил. Собирай вещи и проваливай. Синьор Лобо. Что он такое говорит? Синьор Лобо, вы не можете? Зачем вы так со мной? До захода солнца. Я больше не собираюсь рисковать жизнью. Главное, что деньги у нас. И картина. На эти деньги можно помочь Елене. Эти деньги для фабрики. Подойди к старшему праву, но осторожнее. В последнее время он меня пугает. Ты что здесь делаешь? Пошла вон. Оставь ее, Росарио. Наконец-то что-то новенькое. Я сказала нет. У нас здесь серьезное заведение. Росарио, пусть покажет, что умеет. Я здесь хозяйка, и я сказала нет. Выпьем за Росарио, пусть расслабится. За Росарио! За Росарио! Да, Росарио! Ладно. Браво, Росарио! Браво! Ура, Росарио! Наверняка она такая же, как и все. Росарио! Росарио! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо, что вступился за меня перед Росарио Мне было приятно Хочешь выпить? Спасибо, но нет Какая мерзкая тварь Эту тварь зовут Сатана И если не нравится, не смотри Прости, Росарио Я уже ухожу Ты на нетар Но следи за своим питомцем У меня много работы, Невис Что это за книги? Счета Большого дома И как я смогу купить новое платье? Ты даже ленту для волос не купишь Это кошмар Ладно, хватит Отдохни немного Мне нужно с этим разобраться, Невис Хорошо? Разбирайся Я больше тебе не нравлюсь Счета Большого дома 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 Продолжение следует... Продолжение следует... У нас есть деньги на бутылки. Больше не надо воровать. Пообещай, никаких больше драк. Перестрелок и динамита. Обещаю. Ты сейчас так говоришь, а потом из-за вас всегда что-то ужасное случается. Тихо. Что? Это армия? За картиной послали армию? Роман, возьми. Я говорил вам не красть. Красть нельзя. Проклятье. Мне совсем не нравится армия. Отряд, вперед! Продолжение следует... Что угодно сгодится. Серпы, грабли и возьмите факелы. Минутку, минутку. Никто ни на кого не нападет. Будем использовать силу слов. Силу слов? Чем нам помогут слова? Если нападем, дадим повод раздавить нас. Мы будем протестовать намирно. Дай сюда. Тогда нас не сломят. Ты не знаешь Лоба. Лоба практичный человек. Зачем ему сажать всех в тюрьму? Он поймет, что проще договориться. Ты и правда его не знаешь. Господи, послушайте. Времена меняются. В других местах проблемы больше не решаются силой. Именно. В других местах. Ладно. Тогда без меня. Идите сами. Я остаюсь. Мы сделаем так, как ты говоришь. Без силы, без оружия, без насилия. Элена. Говорить слово должна ты. Пожалуйста. Хорошо. Но только по-моему. Вы смешны. Лоба не станет с вами говорить. Это не твое дело, Себастьян. Что ты здесь делаешь? Я ушел из его дома. Лоба позвал Аннибаля. Они все спланировали. О чем ты? Я их слышал. Сначала у вас заберут деньги. Потом дома и магазины. А потом вас заставят уйти. Если только кто-нибудь его не остановит. Я не знаю. Идем за ними. За ними. За ними. За ними. Стойте. Только не так. Скорее. Зажигайте факелы. Берите топоры. Молотки. Лопаты. Все. Идемте. Вперед. Пошли. За ними. За ними. Вперед. Выходи, Лоба. Покажись. Выходи. Не прячься. Чего они хотят? Нас боятся. Значит, мы с ними справимся. За ними. Святой Боже. Здесь опасно. Поднимайтесь к Руси, скорее. Нес. Прекратите, Ансельма. Там же невинные люди. Нужно покончить с ними. Вперед. Закройтесь у себя в комнате. Быстро. Я останусь. Дай мне оружие. Доктор, я на вас надеюсь. Аннибаль, будь осторожен. Исабель. Альмудана, пошли. Пошли. Где мои люди? Здесь только мы. Чёртовы убытки. Я убью их всех. Убью всех. Не выходите. Их много, и они обезумели. Выходи. Назад. Исабель. Быстро. Назад. Назад. И не высовывайтесь. Отец. Отойдите. Сукины дети. Левый, правый. Марш. Левый, правый. Построиться. Приготовить оружие. Целься. Хватит. Прекратите. Мы сдаёмся. Никого не отпускать. Разоружите всех, Альфарес. У них нет оружия, сеньор. Одни только палки и камни. Невероятно. Кто шевельнётся, стреляется незамедлительно. Они не кажутся опасными, сеньор. Я вас спрашиваю, Альфарес. Простите, сеньор. Разделите на две группы. В одну сторону мужчина, в другую женщина. Немедленно. Слушаюсь, капитан. Берите вот эту. Просмотрим, каким богачам мы только что спасли жизнь. Держи. Открой. Давай. Потушите их. Что это за дыра? Добрый вечер. Входите. Добрый вечер. Капитан Угарте. Четвёртая рота пехотного полка. Антони Лобо, спасибо, что пришли. У вас всё нормально? Да, всё хорошо, спасибо. Если бы не вы, эти крестьяне всех бы нас перерезали. Ничего нового. По всей Испании беспорядки. Нам приходится ставить всех на место. Во всем виноваты чёртовы анархисты и революционеры, желающие разгромить страну. Что ж, для этого мы и здесь. Спасибо, что предупредили. Сеньор. Вы выяснили, кто у них главный? Да, сеньор. Солдаты. Это она главная? Да. Весело у вас тут. Отпустите её, она невиновна. Главные зачинщики прячутся в своей норе. Это братья Браво. Поместье Лакебрада. Лакебрада, понял. Организуйте отряд. Позвольте дать вам совет, капитан. Вооружитесь как следует. Эти люди очень опасны. Не волнуйтесь, мы хорошо делаем свою работу. Прекрасно. И что вы сделаете с толпой? Для начала разъясню им всё. Я могу с ними поговорить, я самый уважаемый здесь человек. Будь оно так, меня бы здесь не было. Теперь здесь командую я. Это ясно? Сеньор. Лобба. Лобба. И да. Мне всё ясно. Хорошо. Сеньорита. Слушайте внимательно. Меня зовут Угарте, я капитан испанской армии. Любой бесконтрольный бунт, вроде того, что я только что наблюдал, будет немедленно и жёстко подавлен. Все причастные к этому мужчины будут задержаны до выяснения обстоятельств и предстанут перед военным судом. Земля Волков переходит в моё управление. Да здравствует Испания. Земля Волков. Следующей серии. Они здесь. Позвольте вернуться к вам. Я не могу, Себастьян. Ты. Из-за тебя мой муж мёртв. Где Роса? Роса! Я вернулся, чтобы позаботиться о поместье. Ещё посмотрим. Стой. Не стреляй пока не в участки. Исабель! Я ищу тех, кто будет на меня работать. Добро пожаловать. Почему я не такая, как ты? Что это? Фернандо Браво. Отец, отец. Я предложил свою помощь, а ты натравила на меня всю деревню. Заключённые сбежали. С этим угар-то не всё чисто. Стерва проклятая. Стрелять в спину – это неправильно, сеньор. У нас ишь моего ребёнка, но всё равно не можешь вести себя достойно. Я всё сделал, но не смог вытащить пуры. Боюсь, твой отец превратится в овощи. Ненавижу тебя. Что случилось с моей сестрой? Не знаю, во дворе что-то вдруг взорвалось. Я ничего не вижу. Уходи. Исчезни из моей жизни. Навсегда. Отец? Как долго я был в постели? Шесть месяцев. Смотрите, отец. Альмудена ждёт ребёнка. Нам нужен настоящий управляющий. Я не вернусь в твой дом. Получишь двойное жалование, спальню в большом доме и полную власть. Никто, кроме меня, не сможет тебя указывать. Собирай вещи и проваливай. Я люблю тебя. Я тебе не верю. Ты любишь только себя. Если Бог нам поможет, и Он умрёт, наши долги умрут вместе с Ним. День добрый. Я сказал тебе не ходить. Не обращайте на него внимания, я его не звала. Возьмите, если вы дадите нам премию. Нет, Алиана, я думал, это наше личное дело. Я люблю тебя. Но я тебя не люблю. Куда ты? На землю волков. Меня прислала красотка Аделла. Сказала, вы могли бы дать мне работу. Пошла вон. Росарио пусть покажет. Расстреляно 15 крестьян, состоящих в организации «Чёрная рука». Я хочу вернуть все мои деньги. Здесь список людей и суммы. Что с нами будет, если мы не заплатим? Закон в этом случае таков. Кто не заплатит, должен покинуть владение. Звали? Отвези это письмо в Бадахас. Вся Испания встаёт на ноги. А мы что делаем? Ничего. Довольствуемся подачками. Лова позвала Нибали. Они всё спланировали. Сначала у вас заберут деньги, потом дома и магазины. А потом вас заставят уйти. Где мои люди? Здесь только мы. Огонь! Разоружите всех, Альферес. Меня зовут Угарте, я капитан Испанской армии. Это она главная? Да. Главные зачинщики прячутся в своей ныне. Это братья Браво. Вооружитесь как следует. Эти люди очень опасны. Это из-за картины. Я вам говорил. Что происходит? Надо её спрятать. Армия, Лола. Жан-Марий, успокойся. Положи картину. Да, но куда? Куда? Столько шума из-за этой тряпки. Здесь её не найдут. Нет, Лола. Что ты делаешь? Всё. Что ты сделала? Это же Гоя. Лола. Лола. Проклятье. Чёрт, возьми. Роман. Роман. Чёрт. Роман, они здесь. Земля волков. Помогите. Ограбление. Как вы смеете врываться в мой дом? Лейтенант Руи из 4-й роты 1-го батальона 41-го пехотного полка Кавадонге. Мы ищем братьев Браво. Вы их знаете? Нет, нет. То есть да. Знаем, но их здесь нет. Они уехали в путь далеко. В очень дальний путь. Уехали. Да. Знаете, когда вернуться? Нет. Нет. И вы не знаете, куда они поехали? Да. И не можете передать им, что армия обвиняет их в подстрекательстве. Так? Быстро! Да, мам. Ты. А теперь сидите спокойно, пока мы уходим. Держи, Лола. Нельзя недооценивать арьергард. Первое, чему учат в академии. Да, лейтенант? Посмотрим, что у нас здесь. Братья, браво. Не может быть. Очнись. А ну, очнись. Привет. Сесита. Угарте. Всем выйти. Я сказал всем, лейтенант. Так давно не виделись, а ты все хулиганишь. Сколько прошло, шесть лет? Черт, угар ты. Да ладно, брось. Это мы. Вот именно вы. Я знаю ваши уловки. В последний раз мы пошли на них ради тебя. Никак не ожидал, что ты станешь лидером народного бунта. Угарте, ты меня плохо знаешь. Это что, опять лоба? Мне приказано передать вас уполномоченным властям, живыми или мертвыми. Простите. Цесарь, не шевелись. Дыши, а то задохнешься. Ты не изменился. Как я рад тебя видеть. Повезло, что я у тебя в долгу. Из тебя выпивка. Слышишь? Служба пункс общим. Надеюсь, это отпевают братья. Браво. Или людей, убитых в бунте. Благодаря их смерти, мы живы. Это оказалось просто. Нарисуешь на стене несколько призывов, и вот вам восстание. У меня новости из деревни, сеньор. Что он здесь делает? Я сказал тебе не возвращаться. Это важно, сеньор. Выслушайте. Ты слышал, Анибаля? Военные отпустили, Браво. Похоже, у Гарта их старый знакомый. Я видел, как он выходил от них. Проклятие. Сколько еще я буду сожалеть, что сам не убил их. Сожалеть вы должны о том, что позвали армию. Браво, мои единственные враги. Чертова боль, каждый день мне об этом напоминает. Себастьян, останься. Надеюсь, вы не ошибетесь, снова выбирая сторонников. Сеньор, позвольте вернуться к вам. Не могу, Себастьян. Но ты все равно можешь быть мне полезен. Сделаю все, что скажете. Будешь моими глазами в деревне. Там ты нужен мне больше, чем здесь. Ступай. Ступай. Стоять! Всем внимание! С этого момента полицейский участок станет операционной базой испанской армии. Заключенные будут переведены в Бадахус, где их будут судить за подстрекательство, бунт и принадлежность к организации революционеров «Черная рука». Это ложь. Мы не имеем к ним отношения. Господи, здесь не анархистская деревня. Я начинаю жалеть, что не арестовал тебя. Вы не можете. Лейтенант. За мной! Быстро! Нужно поговорить с сеньором Лобо. Только он может помочь. Нельзя просить помощи у того, кто все это устроил. Ты! Из-за тебя мой муж мертв! Ты его в это втянула, а теперь... Успокойся! Что будет с моими детьми? Элена не виновата в случившемся. Не защищай ее, Эрминия! Если с моим мужем что-то случится, я тебе глаза выцарапаю! Хватит! Ради Бога! Я хотела все изменить. В деревне объявлено военное положение. В собрании свыше пяти человек запрещаются. Разойдись! Ты хотела все изменить, а? У тебя получилось. Я бы не вернулся, если бы знал, что ты так хорошо справляешься. Это для нас, а солдатам вчерашней объедки. Они здесь, чтобы помочь. Твой отец знает, что делает. Не волнуйся. Я знаю, когда ты лжешь. Ты морщишь лоб. Сеньорита, не спорьте со мной. Ты не теряешь форму. Исабель, ты не оставишь нас с Аннибалем на минуту? Конечно. Анибаль, я. Хочу, чтобы ты знал... Не обманывай себя. То, что случилось в кабинете, больше не повторится. Я вернулся, чтобы позаботиться о поместье. И только... И еще посмотрим. Куда ты? Говорят, браво, друзья капитана. Попрошу убедить его отпустить арестованных. Будь осторожна, здесь что-то нечисто. Вдруг с тобой что-то случится. Уже случилось, отец. Уже случилось. Дедушка, вы тоже думаете, что мама хуже проказы? Кто тебе это сказал? Люди. Нет, сынок, не слушай их. Твоя мать самая лучшая. Ну, иди играй. Добрый день. Добрый день. Что желаете? Мы забираем у вас магазин. Теперь здесь распоряжается армия. Невозможно. Это, собственно, сеньора Лоба. Было. До того, как здесь объявили военное положение. С этого момента армия распределяет продовольствие. Прошу вас покинуть помещение. Я не уйду. Это мой дом. Вы не можете. Вы не имеете права меня выгонять. Мигель. Мигель. Солдат. Отведите его к задержанным. Пожалуйста, Сесаро. Я бы не просила, но это важно. Попроси капитана отпустить задержанных. Элена, я работаю. Что ты здесь делаешь? Ничего. Прошу твоего брата помочь с капитаном. Сесар. Сесар, пожалуйста. Повторяю, я не буду помогать. И капитан мне не друг. Как нет? Конечно, мы друзья. Мы вместе воровали. Что? С капитаном? Когда-то давно Сесар был в тюрьме. Роман. Если не помогаешь, лучше уйди. Ты теряешь время, Элена. Сесар, прошу тебя. Пойми на кону жизни невинных людей. Да, тех самых, что пытались меня повесить. Волнуйся, Элена. Я с ним поговорю. Мама, мама! Что случилось? Что такое? Солдаты забрали дедушку. Боже мой. Идем скорее. Нет, Роман, не ходи. Сама справлюсь. Добрый день. Вы дочь сеньора Лобо? Нет. Капитан Угарте. Боюсь, я должен вас задержать. Вы отвлекаете моих солдат. Я рада, что вы теперь с нами. Хоть что-то новое в этой жизни. К вашим услугам. Давно я не был в доме с таким красивым интерьером. Добро пожаловать. Невес. Найди Россу. Можно спросить, почему братья Браво не арестованы? Конечно, можно. Тогда я спрашиваю. Все просто. Они не имели отношения к бунту. Или вы не арестовываете друзей? Ради бога. Я думал, вы тоже мои друзья? Конечно. И по дружбе вы расскажете нам, откуда знаете Браво. Мы просто хотим правосудие. Я тоже. Так что предоставьте мне улики, доказательства свидетелей. Ради бога, капитан. С каких пор армии нужны доказательства? Синьор Лобо, возможно, вы не в курсе, но пол Испании сейчас в огне. Сотни городов восстали против короля. Такой соблазн воспользоваться ситуацией, чтобы отомстить за прошлые обиды. Спасибо, что приняли меня в своем доме. Если что-то понадобится, я рядом. Устала? Немного. Ладно. Идемте домой. Тата, должно быть, уже волнуется. Где Роса? Не знаю. Где Роса? Роса! Роса! Посмотри там. Роса! Помогите! Роса! Роса! Пожалуйста, помогите мне! Роса! Помогите! На помощь! Простите, вы не видели мою младшую сестру? Она потерялась. Нет, не видела, но подожди, я спрошу у девочек. Спасибо. Девочки! Исабель! Пожалуйста! Привет! Помоги мне, пожалуйста! Я потерялась, я ничего не вижу. Я потеряла зрение из-за ужасного человека. Роса! Альмудена! Альмудена! Роса, что ты здесь делаешь? Я потерялась, и этот человек помог мне. Что такое? Ничего, пошли домой. Его надо поблагодарить. Нельзя разговаривать с незнакомцами. Пошли быстро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Синьора, куда вы идете? Где мой отец? Гражданским сюда нельзя. Уходите. Отец! Взять ее! Отец, вы здесь, отец! Что вы с ним сделали? Где он? Отлично. Слушайте все. Я не уйду, пока не увижу отца. Отец! Отец! Отпустите его, он бедный старик. Ведите себя прилично. Туда входят только заключенные. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отец! Отец! Хорошо, вы арестованы. Роса потерялась, и СССР помог ей. Вот и все. СССР помог? Конечно. И ты поблагодарила героя, да? Я же сказала, нет. Добрый день. Добрый день, дети. Люблю семейные обеды. Надоело сидеть за столом с мужланами, которые приборами умеют только спину чесать. Кто бы мог подумать, что такая сухая земля дает такие сочные плоды? Вы еще нашего вина не пробовали. Дрожь можно успокоить с валерьяной. Я отлично себя чувствую. Спасибо. Советую по опыту. У меня в плече остались осколки. Это плохо. От осколков может начаться инфекция. Я могу их извлечь, если хотите. Вас ранили в какой-то битве? Ориуэлла. Август 73-го. Мы бились против федералистов. И проиграли. Надо же. Не знал, что вы разбираетесь в военной истории. Где вы служили? Анибаль не служил в армии. Он нужен был в поместье, и я освободил его от службы. Я вижу, что ты из конюшни, похоже, не влезаешь. Но неплохо устроился для деревенского оборванца. Знаете, Лоба, военная дисциплина ему бы не помешала. Обед готов. Пойдемте в столовую. Прошу садиться. Большое спасибо. Что ж, кто прочтет молитву? Я за тебя беспокоиться, сэр. Что с тобой? Лямур? Лямур. Не отчаивайся. Ты забудешь Аль-Мудену. Жан-Мари. Если хочешь работать со мной, больше не упоминай Аль-Мудену. Ладно. Что ж, заработал. Я хочу втрое ускорить производство. Это невозможно. Нас всего трое. Два с половиной. Нам надо еще как минимум шесть человек. Шесть человек? Да. Хорошо. Внимание. Я ищу тех, кто будет работать на меня. Так что, если нужны деньги, я даю вам шанс заработать их. Забудь, Браво. Лоба этого никогда не позволит. А теперь с ним армия. Армия меня не волнует. Капитан мой друг. Ты прямо как Лоба. Если нужна подработка, ты знаешь, где ее найти. ГОЛОССКИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ГОЛОССКИЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Алена, что ты здесь делаешь? Что с вами сделали, отец? Животные, скоты. Тише. Я же просил беречь себя. Но нет. Никогда отца не слушаешь. Знаю, знаю. Но я должна была вас увидеть. Я видела, как эти звери били вас. Мы выйдем отсюда, обещаю. Конечно, выйдем. Вперед ногами. Нет, нам ничего не сделают. У них нет доказательств. Нас выпустят. Вот увидите. Ты не понимаешь, что натворила? Раскрой глаза. Нас убьют. Из-за тебя. Я даже не смогу умереть спокойно. Что станет с Мигелита? Кто о нем позаботится, если ты здесь? Простите, отец. Простите. Вернувшись, я принесла вам одни сложности и проблемы. Мамы. Пожалуйста, простите меня. Не связывайся с капитаном. Не забывай, он мой гость. Гость? А ведет себя как хозяин. Думаешь, мне нравится смотреть, как он постепенно здесь осваивается? Как пьет мое вино? Как поглядывать на моих дочерей? Разница в том, что я не собираюсь на это смотреть, пока он присваивает себе дом. Аннибаль! Я уже не тот, что прежде. Как и я. Я хочу, чтобы капитан и его армия ушли как можно скорее. Не будем давать им причин остаться. Я просматривал отчеты. Надеюсь, вы не против? Разумеется, капитан. Вы мой гость. Наоборот. Вы заставляете меня чувствовать себя как дома. Ну, входите, я уже ухожу. Можете спокойно обсуждать свои дела. Я больше не могу. Сил нет. Мои кости в бульон уже не сгодятся. Я думал, твоя прошлая работа была более выматывающей. Так ты скоро нас убьешь. Мы не можем ускорить производство без рабочей силы. Без рабочей силы? Хорошо. Выйди на улицу и найди мне рабочую силу. Скажу спасибо. Ты цел? Что это? Откуда это? Выпало из отцовского ножа. Простите, что обращаюсь при подобных обстоятельствах. Прошу опровергнуть слух и разъяснить, что между нами ничего никогда не было. Синьора Лобо. Значит, между ней и его отцом ничего не было? Для ничего слишком много любезностей. А ключ? Не знаю. Может, от пояса целомудрия? Что ты можешь знать о целомудрии? Хуан-Мари, я устала. Устала? Устала? Жан-Мари, Лола. Об этом не слово Роману. Будь осторожнее с капитаном. Он может причинить тебе вред. Оставь меня в покое. Это не твое дело. Нет? Ты знаешь, что бывает, если закрыть двух петухов в курятнике. Не бойся, я не буду за тебя драться. Не знаю, что забавнее, что ты ревнуешь или что не признаешь это. Ревную? Нет, Невис. Я волнуюсь. С этим у Гартене все чисто. По-моему, жизнь в лесу не так уж тебя изменила. Просто ты осталась прежней. Что? Что мне сделать, чтобы убедить тебя, что все кончено? Убедить себя. Убедить себя. Закрыто. Закрыто. Как жаль. Но с этого момента мы решаем, что закрыто, а что открыто. Включая тебя. Вы заблуждаетесь. Я танцовщица, а не шлюха. Мы не собирались тебе платить. Проваливайте отсюда, если не хотите проблем. Стерла проклятая. Посмотрим, как будешь кусаться, когда я буду сверху. Эй, отпустите ее. И в очередь сегодня она моя. Ты кто такой? Отвечай. Я хозяин борделя. И друг вашего капитана. Чем докажешь? Ничем. Ну, я бы не нарывался на конфликт с Мигелем Угарте. Она твоя. Отпусти меня. Подожди. Закрыто. Смотри, кого я нашла. Он потерялся и дрожал от страха. Такой ласковый. Не хочет слезать с рук. Где ты была? В саду с Татой. Мы нашли его там. Нужно дать ему имя. Думаешь, я идет? Ты была с Сесаром. Я же сказала, что была с Татой. В саду. Не лги мне. Зачем мне тебе лгать? Мне нечего скрывать. Я видел, как ты на него смотришь. Ты еще любишь его. Ты отвратительна. Носишь моего ребенка, но все равно не можешь вести себя достойно. Да что с тобой? Я сказала, где была. Поклянись! Не смей со мной так разговаривать. Ты сходишь с ума. Не трогай меня. Погоди, нельзя просто так вытащить Елену из тюрьмы. Нам нужен план. Придумай, расскажешь. Нет, Роман! Роман! Идем отсюда. Есть тут кто? Что вы хотели? Добрый день. Отпустите Елену Вальгас и ее отца, если не хотите проблем. Вы меня не расслышали? Я Роман Браво. Мой друг хотел сказать, что он лично знаком с капитаном. Немедленно открой чертову дверь. Открою, чтобы и вас туда засунуть. Нет, нет. Мой друг хотел сказать, что мы уже уходим. Не волнуйтесь. Нет. Минутку, минутку, минутку! Нет, нет. Мой друг хотел сказать, опустите ружье. Прошу вас. Открывай чертову камеру, быстро! Минутку, пожалуйста. Поговорим, как цивилизованные люди. Опустите оружие. Пошла вон. Я не к тебе пришел. Однажды в Севилье мне кто-то сказал, что выживает тот, кто первым приходит навстречу. Не в Севилье, а в Гранаде. И я уже давно так не думаю, Угарте. Севилье, расскажешь, что такой человек, как ты, забыл в этой дыре. Идем. Мы бежали из Португалии. У отца здесь был дом, и мы решили остаться. И ты встретил женщину. Не продолжай. Только женщина способна привязать к месту Сесара Браво. Я прав? По лицу вижу. Добро пожаловать, капитан. Спасибо. Рада вас здесь видеть. Мы до вашего уровня не дотягиваем, но сделаем все возможное. Хорошо. Выбирайте любую девушку и пейте, что пожелаете за счет заведения. Я выбираю тебя. Приведи двух самых фигуристых. Да, по-либо любых. Он неразборчивый. Что за лица? Ну-ка, выше нос. И ниже вырез. Заходите. Пусть он будет доволен. Привет. Привет. Где живет друг капитана? Забудь. Ты не в его вкусе. Ему больше нравится... замужнее. В Лакебраде. А это где? Он мне нравится. Я не шлюха, но и не монашка. Это за городом. Он недавно построил там новый дом. Поцелуй меня в шею, да. Надеюсь, она смотрит на меня. Иначе придется разбить твою симпатичную мордашку. Она танцовщица, а не шлюха. Заплати, и будет кем захочешь. Привет. Опусти занавес. Синьор Лобо не может вас принять. Уходите. Заключенных увозят. Позовите синьор Лобо. Жалуйтесь мэру. Здесь вам нечего делать. Он один может нам помочь. Что вам теперь надо? Простите нас, синьор Лобо. Умоляем вас. Мы не из черной руки, вы же знаете. Скажите это капитану. Теперь вы пришли ко мне? Кто бы мог подумать, Ансельма? Как все обернулось? Синьор Лобо, моего мужа забрали в тюрьму. Вы позволите малышу вырасти сиротой? Мы выплатим вам долг. Вы сможете убедить их? Я уже ничего не могу. Разве вы не этого хотели? Нет. Анибаль, поговори с синьором Лобо. Только ты можешь его убедить, пожалуйста. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Вы слышали, синьора Лобо? В деревне останутся одни вдовы. Анибаль, пожалуйста. Восемьдесят два. Восемьдесят три. Невис. Почему я не такая, как ты? Ты пошла не в маму? Ты вылитый отец? Нет. Почему мне не нравятся ни платья, ни драгоценности? Почему я не люблю расчесывать волосы? Потому что твои волосы и без этого самые красивые. Хочу быть похожей на тебя. Что ты несешь? Исабель, не говори глупостей. Кроме того... Иногда я бы сама хотела не нравиться мужчинам. Ты говоришь Абу Гарте? Ты тоже заметила. Что? Я ничего не могу поделать. Я свожу их с ума. Но у тебя другие достоинства. Ты никогда не интересовалась мужчинами. Знаю. Но теперь я хочу быть женщиной, как ты. Сохранишь мой секрет? Такой, как я, быть несложно. Тебе лишь немного нужно помочь. Ой. Мне этого не хватало. Два года подавлял бунты чертовых анархистов. Рисковал своей шкурой. Разве это жизнь? Не было ничего лучше ограблений банков. Это точно. Кто-то решил вдруг стать капитаном. И что с Иситор? Кто-то решил вдруг стать предпринимателем. Скажем так, я расхотел быть жалким воришкой в тот день, когда нас поймали. В день, когда нас поймали? В день, когда меня поймали, я год провел в той тюрьме у Гарте. И я тебе по гроб жизни благодарен. Тебе не о чем беспокоиться. Со мной здесь ты ни в чем не будешь нуждаться. Мой капитан. Я занят, лейтенант. Бунтари. Вы не подписали приказ о переводе. Не бунтари, а обычные крестьяне. Сумасшедшие, восставшие против хозяина. Вечная история с Иситор. Бедные против богатых. Теперь мне придется заниматься бумажками и вести арестантов через всю провинцию. И кто-нибудь обязательно окочурится. Может, казним их завтра на городской площади? Это противоречит приказу. Их все равно расстреляют за преступление против короны. Кого волнует приказ? Ты бы что сделал с Иситор? Убей их здесь. Так родственники хотя бы смогут их похоронить. Избавимся от них, и заодно избавим их от страданий, да? Капитан, Роман Брау в участке. Он арестован. О чем ты думал, Жан-Мари? Я говорил ему тысячу раз. Но никто меня не слушает. Это не просто люди-лобо. Они военные. Стреляют, не моргнув глазом. Я здесь ни при чем. Я пришел с ним за компанию. Выходите. А Элена? И Дамиан? Элена, Дамиан. Завязывай. Сесар. Спасибо. Твоего отца я не смог вытащить. Угарте! Вели своим людям отпустить Дамиана. Они ошибаются. Угарте, я же Роман. Тато, черт, возьми! В чем дело? Забыл, сколько мы пережили? Скажи своему брату заткнуться, или я сам ему рот закрою. И чтобы я их здесь больше не видел. Сесар. Следи за Романом. Не хочу пожалеть о том, что встретил вас. Раз, два, три. Раз, два, три. Хватит. Нужно еще больше затянуть, чтобы у меня глаза из орбиты выскочили. Да. Я дышать не могу. Не волнуйся, все это терпят. Максимум будет синяк. Вы сумасшедшие. Зачем тебе быть красивой? Для этого не нужна причина. Хочет быть красивой, и все. Убери волосы, чтобы было видно серьги. Серьги? Конечно, думала без них обойтись. У тебя есть жених? Какой еще жених? Никаких мужчин. Не считай Анибали. Не начинай, он мой друг. Может, тебе нравится капитан Угарте? Или лейтенант? Они красивые. Да, вполне себе ничего. И представительные. И из Мадрида. Никто мне не нравится. Я просто хочу быть такой, как вы. Вот и все. Исабель, все люди разные. Ты этого не изменишь. Готова? Смотри. А если волосы распустить? Мы начинаем понимать друг друга. Что делаешь? Нужно убрать бумаги на чердак. У моего отца столько тайн. Эти документы никого не интересуют. Тем более капитана, который думает, что может делать с ними, что хочет. Ты мне ничего не скажешь? О чем? Я что-то пропустил? Где будет бал? Я просто хотела быть красивой. Для этого не нужна причина. Конечно, наверное. Странно тебя такой видеть. Представь, что это не я, а кто-то другой. Что бы ты сказал? Что? Что ты очень красива? Брось, Анибаль, не увиливай. Представь, что я Невис. Что бы ты сказал? Ничего, у меня много работы. Анибаль, чего мне не хватает? Что есть у сестры, чего нет у меня? Исабель, у тебя есть все. Ты прекрасна. Просто ты другая. И все. Я не хочу быть другой. Исабель. Исабель, это ты? Да, я. Ты плакала? Нет. С чего мне плакать? Я же в семье самая сильная. Я не плачу. Думаю, это не так сложно понять, лейтенант. Вы подвергнете наших людей опасности, только чтобы не вести арестованных в Бадахас? Я никого не подвергаю опасности. Их расстреляют при попытке победы. Стрелять в спину – это неправильно, сеньор. Лейтенант, вы себе даже не представляете, насколько меня не волнует ваше мнение. Полотенце. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Домиан, проснись. Что такое? Дверь. Что? Дверь открыта. Мы можем идти? Мне это не нравится. Погодите, я проверю. Стой. Не стреляй пока не в участке. Да, я понял. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Черт, что это такое? Никого. Можно идти. Ты уверен? Пожар! Пожар! Охраны нет. Уходим. Это странно. Думаю, нам лучше оставаться здесь. Стоять! Домиан, оставайся, если хочешь. Бежим, быстро! Стоять! Хотите жить, идите за мной. Скорее! Давайте, быстро! Стреляйте! Стреляйте! Дайте руку. Да. С вашего позволения, сеньор. Элена здесь просит принять ее. Пусть войдет. Но вы сейчас не в состоянии принимать гостей. Я сказал, пусть войдет. Лекарство должно снять боль. Эту боль ничем не снимешь. Это новый препарат. Посмотрим, поможет ли. Пока пуля у меня в голове будет только хуже. Сам знаешь. Так что не выдумывай выход. Синьор Лобо. Синьор. Простите, но мне нужна ваша помощь. Заключенные сбежали. Капитан приказал убить их. Пожалуйста, успокойся. Не могу. Мой отец среди них. Пожалуйста. Я предложил тебе помощь. Работу. Открыл двери моего дома. А ты натравила на меня всю деревню. Знаю, знаю. Простите меня. Простите. Я так сожалею. Я буду работать на вас. Сделаю все, что скажете. Пожалуйста, прошу вас. Встань. Ради всего святого, встань. Хорошо. Я поговорю с капитаном. Посмотрю, что смогу сделать. Спасибо. 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 Что случилось? Заключенные сбежали. Никто ничего не знает. Похоже, мои люди заразились тупостью местных жителей. Синьор. Солдаты ничего не видели из-за дыма. Трубу заткнули. Кто-то им помог. Кто-то им помог. И какого черта вы здесь стоите, лейтенант? Организуйте операцию. Возьмите собаку, обыщите деревню, прочешите горы, если понадобится, и убейте их. Этих дикарей и болвана, что им помогает. Как прикажете, капитан? Сержант? Соберите людей. Все в строй. Похоже, начинаются проблемы. Бегом! Скорее! Быстро! Мы больше не можем. С другой стороны горы из хижины. Если успеем до вечера, нас не выследят. Мы уже два дня не ели. Если не поторопимся, больше никогда не поедим. Нам надо отдохнуть. Вы не понимаете? Нас убьют, если найдут. За что? Мы ничего не сделали. Это несправедливо. Послушай, Дамиан. Будешь делать так, как я скажу, ясно? Ладно. Идите на север. Как пересечете ручей, увидите тропу. Не останавливаетесь, ясно? Да. Там найдете хижину. Ждите меня в ней. Куда ты? Даю вам шанс. Мы должны идти. Пошли. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Сюда! Мы заблудились. Нам лучше разделиться. Анибаль сказал идти на север. Не останавливаясь. Зачем нам слушать Анибаль? Ведь он человек Лобо. Сесар, браво! За мной. Бегом скорее. Спасибо, друг. Что мы будем делать? Нам нельзя возвращаться в деревню. Что теперь будет с моей женой? Кажется, мы приехали. Вылезайте. Спокойно, спокойно. Все хорошо. Быстро! Капитан. Капитан? Всех в камеру, кроме старика. Он идет слабо. А остальные? Я смог освободить только твоего отца. Больше я ничего не смог сделать. Что с ними сделают? Не знаю, Лена. Спасибо, Сеситов. Хорошая работа. Лейтенант, вас ждут. Всем внимания. За поднятие бунта, заговор и попытку к побегу. Обвиняемые будут расстреляны на главной площади. Что? Они ничего не сделали. Они не виновны. Они ничего не сделали. Можете говорить. Я знаю, что вы думаете. Сесарда, что с тобой? Ты не был таким. Каким таким? Бессердечным мерзавцем. Ты подло поступил с ними. Тогда что ты здесь делаешь? Проваливай. Что на ужин? Тебе тоже есть, что мне сказать? Нет. Хотя да. Этот Угарте. Настоящий хищник. Он бы все равно поймал заключенных и убил их. Ты так думаешь? Да. Он беспощаден. Думаешь, мне есть дело до этих людишек? Не знаю, СССР. Думаешь, мне есть дело до этого. Моя лошадь готова? Антонио, ради бога, останься. Ты ничего не должен, Элени. Я ей обещал. К тому же, единственный способ убедиться, что Дамиан останется в живых – пойти с ним. Пойми же, ты не выдержишь дорогу. Я вернусь, Лидия. Не надейся, что так легко от меня избавишься. Как знаешь. Возьмите, отец, вот вам еда в дорогу и шляпа. Путь будет долгим. Спасибо, дочка. И не волнуйся. У меня друзья на севере. Они обо мне позаботятся. И пишите. Конечно. Что ты сказала Мигелю? Правду, отец, правду. Простите, отец. Вы были правы. Бороться не имело смысла. Если бы я вас послушала, мы бы не расставались. Не говори так, Элена. Я так сказал, потому что боялся. Ты гораздо храбрее меня. Я очень тобой горжусь. Элене здесь будет хорошо, Дамиан. Не волнуйся. Как только военные уйдут и все успокоятся, ты сможешь вернуться. Дедушка! Мигель! Пожалуйста, дедушка, не уезжай. Не плачь, герой. Ты теперь в доме мужчины и должен заботиться о матери. На тебя можно положиться? Пора, Дамиан. Впереди долгая дорога. Поехали. Чтоб ты сдох, браво. Мигель. Доброе утро. Я знаю, как решить все твои проблемы. Это выражение лица мне нравится. Лейтенант. Заключенные не сбегут, если я оставлю их с вами. Заключенные для тебя не проблема. Через час уже точно не будут. Доброе утро. И что? Что желаете? Всем выйти. Что? Всем выйти. Мне нужно ускорять производство, но не хватает рабочей силы. А у тебя она есть. А какой мне с этого прок? Сделаешь мне одолжение? Да. И какой мне с этого прок? 30 песет в неделю. 50. По рукам. Если убьешь, придется за них отвечать. Заниматься документами, успокаивать недовольных. Пока это не было проблемой. Да. Но если их помиловать, они будут боготворить тебя. Убить может каждый, а помиловать может лишь тот, у кого есть власть. Хорошо. Забирай их. Но это называется рабством. Ты в курсе? Называй, как хочешь. Хорошо. Кабинет в вашем распоряжении. Где ты был вчера днем? В конюшне. Как вы и сказали, я не вылезаю оттуда. Знакомый, Сертук? Нет. Хотя я бы все равно не сказал вам правду. Осторожней со мной, деревенщина. Я не такой мягкотелый, как твой хозяин. У меня нет хозяина, капитан. Если хотите обменить меня в чем-то, вперед. Я не собираюсь тратить на вас свое время. Разденьтесь. Аль-Мудена, ты куда? Выпейте. Будет больно. Нет, спасибо. За меня не волнуйтесь. Я думал, в деревнях врач самый уважаемый человек. В каком смысле? Вы не пользуетесь авторитетом. Даже жена вас не слушается. Режьте уже. Или вы даже на это не способны. Да не сердитесь. Я только хотел сказать, что в этом доме царит полный матриархат. Здесь командуют женщины. Готово? Подождите. Да, готово. Надо зашить. Ни к чему. Не сомневаюсь, что шить вы умеете. Лучше моей бабушки. Куда вы так торопитесь? Вы будто бежите от кого-то. С вашего позволения, меня ждут сестры. Они не обидятся, если вы выпьете со мной кофе. Значит, вся ваша вежливость была театром для деревенского красавчика. Не понимаю, о чем вы. Я вежлива, потому что меня хорошо воспитали. Знаю я ваши игры. И предупреждаю, что не нахожу их занимательнее. Совсем. Простите, если ввела вас в заблуждение. Этого не повторится. Конечно, повторится. И гораздо раньше, чем ты думаешь. Будешь лежать подо мной на спине. Любуюсь небом и звездами. Когда-нибудь ты будешь играть в этом саду. Как мы играли с мамой. И когда я увижу тебя, я снова буду улыбаться. Я никому не позволю тебя обидеть. Почему ты не отвечаешь, когда твой муж зовет тебя? Ты опозорила меня перед капитаном. Мне бы хотелось побыть одной. Нет. Я был с тобой слишком терпелив. Пытался понять тебя. Слушал тебя. Столько вытерпел от твоего отца и от Сесара. А я? Думаешь, я от всего этого не страдала? Из-за Росы, из-за отца? Хватит. С меня хватит. Мое терпение кончилось. Поверить не могу, каким я был идиотом. Ухаживал. Боролся за тебя. За неблагодарную эгоистку. Запомни. Ты ничего не стоишь. Если устанешь, скажи, мы остановимся. Впереди долгий путь. Ты ни слова не сказал за всю дорогу. Хотите поговорить? Не откажусь, чтобы убить время. Вам меня не обмануть. Что? Вы привыкли получать все, что хотите. Но с моей дочерью у вас ничего не выйдет. Времена меняются. Покровители вроде вас. Скоро никому не будут нужны. Я высоко ценю твою дочь, Дамиан. Да, слишком. Моя дочь – сокровище. А вы больной и бессердечный старик. Тебе голову напекло в дороге? Когда солдаты уйдут, я вернусь. И заберу ее из этой деревни. Я видел, как вы на нее смотрите. Мерзость. Я не позволю вам заполучить мою дочь. Ясно вам? Субтитры сделал DimaTorzok. КОНЕЦ Земля Волков Следующая серия Вы говорили, если я захочу вдруг отправить что-то отцу, вы его найдете. Я завтра же отправлю кого-нибудь на север с посылкой. Теперь вы будете работать на Сесаро Браво. Решите ликинуть глупость пристрелом. Завтра на рассвете мы покинем Землю Волков. Ты даже не понимаешь, какая ты красивая. Откуда ты взялась? Я позволил себе организовать прощальный ужин в вашем бане и пригласил старого друга. Сесаро Браво. Ненавижу тебя. Хотел бы стать женой капитана? Я выполню ваш долг перед Лобом. Я ничего не подпишу, клянусь, я бы не поступил так с Лобо. Я знаю, что он спал с твоей женой, и она любила его больше тебя. Предупреждаю в последний раз. Давай, Нева, своди ее. Забудь ее. Или будь с ней. Анибали! Даже не думай, что сможешь обмануть меня. Жизнь никак без эмоций. Не трогай меня! Обещаю все измениться. Телесинка представляет В предыдущих сериях... Мне приказано передать вас уполномоченным властям, живыми или мертвыми. Военные отпустили Браво. Похоже, у Гарт их старый знакомый. Сколько еще я буду сожалеть, что сам не убил их? Сожалеть в должное о том, что позвали армию. Заключенные будут переведены в Бадахас, где их будут судить за подстрекательство, бунт и принадлежность к организации революционеров «Черная рука». Мы не из «Черной руки». Скажите это капитану. Теперь вы пришли ко мне? Я расхотел быть жалким воришкой в тот день, когда нас поймали. День, когда меня поймали. И разъяснить, что между нами никогда ничего не было. Сеньора Лобо. Отпусти меня. Где живет друг капитана? В Лакебраде. Где Роса? Роса! Я потерялась, и этот человек помог мне. Я видел, как ты на него смотришь. Ты еще любишь его. Носишь моего ребенка, но все равно не можешь вести себя достойно. То, что случилось в кабинете, больше не повторится. Боюсь, я должен вас задержать, вы отвлекаете моих солдат. Вас ранили в какой-то битве? Ариуэлла, мы бились против федералистов. И проиграли. Знаете, Лобо, военная дисциплина ему бы не помешала. Мы забираем у вас магазин. Теперь здесь распоряжается армия. Отец! Отец! Их расстреляют при попытке к бегству. Стрелять в спину – это неправильно, сеньор. Хотите жить, идите за мной, скорее. Заключенные сбежали. Капитан приказал убить их. Пожалуйста, успокойся. Не могу, мой отец, среди них. Я буду работать на вас, делаю все, что скажете. Пожалуйста, прошу вас. Всех к камеру, кроме старика. Да. Я смог освободить только твоего отца. Мне нужно ускорить производство. Но не хватает рабочей силы. А у тебя она есть. Если убьешь, придется за них отвечать. Если помиловать, они будут боготворить тебя. Хорошо, забирай их. Но это называется рабством. Как только военные уйдут и все успокоится, ты сможешь вернуться. Я видел, как вы на нее смотрите. Я не позволю вам заполучить мою дочь. Воды, пожалуйста. Будьте милостивы. Воды. Сеньор, вы уверены, что это хорошая идея? Мы не должны сообщить командиру. Имейте сострадание, лейтенант. Не хочу, чтобы арестанты умерли от жажды. Они нужны мне живыми. Воды. Пожалуйста, воды. Жальтесь. Воды, пожалуйста. Пожалуйста, воды. 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 Спасибо. Вода, вода, вода. Вода. Вылезайте. Теперь вы будете работать на Сесаро Браво. Вас будут привозить сюда каждое утро и забирать на закате. Все ясно? Береги их, Сеситар. Я к ним уже привязался. Спасибо, Угарте. Оставлю с ними двоих солдат, чтобы никто не сбежал. Иначе придется их убить. Жаль будет. Не волнуйся, этого не случится. Лейтенант. Теперь у него рабы. Что будет дальше? Забудь. Это уже не мой брат. Мы работаем на дьявола. Не делайте преждевременных выводов. Сесар купил их, чтобы их не казнили. Он сделал это, чтобы спасти им жизнь. Внимание всем. Вот там у нас колодец. А здесь разливают воду. Вас привезли сюда работать. Вы получите воду и обед. Решите выкинуть глупость пристрелю. Все ясно. Освободил их от смерти? Конечно. Жан-Мари. Отведи их к колодцу. Земля волков. Не трогай это. Вообще ничего не трогай, ладно? Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Тебе уже показали дом? Нет. Я очень рад, что ты наконец-то решила сюда переехать. В доме не хватало такой волшебной улыбки. После всего, что вы сделали для отца, это меньшее, что я могла сделать. Спасибо. Ты не должна меня благодарить. Я был рад помочь. Послушайте, думаете, с ним все хорошо? Я волнуюсь. Он обещал тут же со мной связаться, а я ничего не знаю. Еще слишком рано, Элена. Скоро ты получишь от него вести, поверь мне. Если хочешь написать ему или послать одежду, я помогу. Мои люди его найдут. Большое спасибо, правда. Хочу, чтобы ты чувствовала себя как дома. И не забывай, Элена, ты здесь не служанка. Мне нужен надежный человек, который будет, заботится о Россе. Я хочу помочь в чем угодно. До несчастного случая она любила читать. Я буду читать ей вслух. Я читала Мигелита, когда он был маленький. Мигель самый счастливый мальчик в мире. Элена, я давно ушла у тебя в комнате персонала. Простите, я не знала. Леди, почему Элене до сих пор не показали дом? Прошу лично показать ей, как здесь все устроено. Иди. Спасибо. Что вы здесь делаете? Немедленно уходите. Не знаю, когда вы красивее, спящей или когда сердитесь. Вы нагляд. Зачем же так? Я просто мужчина. Со слабостями. Вам должно быть стыдно, капитан. Уходите. Вам снилось что-то очень хорошее. Признайтесь. Это был я. Следите за своими словами. А вы следите за своими снами. Они могут стать реальностью. Уже ухожу. Что здесь делал капитан Угарте? Клянусь, я его не звала. Давно не виделись. Да, очень. Я знал, что рано или поздно мы встретимся. Говорят, у тебя теперь есть рабы. Если бы не твой друг капитан, у тебя бы ничего не было. Что будешь делать, когда он уедет? Ему на земле волков недолго осталось. Достаточно, чтобы покончить с тобой. Однажды ты уже попытался. И посмотри на меня. Я все знаю, Лобо. Знаю, что ты убил моего отца. Знаю, что он спал с твоей женой, и она любила его больше тебя. Ты ничего не знаешь. Понятия не имеешь. Да. Я знаю, что оставлю тебя в живых. Чтобы ты видел, как я все у тебя заберу. Отсюда начинается служебная зона. Привыкай к этой комнате, ты будешь много работать здесь. Простите, Лидия, но сеньор Лобо сказал, что в мои обязанности входит лишь заниматься с Рассид и с младшей. Я знаю, чего хочет сеньор Лобо, но сначала ты должна завоевать мое доверие. Мигель, опять? Эти приборы – подарок от окружного губернатора. Простите. Идем. В доме царит порядок и дисциплина. Надеюсь, вы сможете вести себя прилично. Простите, Лидия, это не повторится, правда? Я говорю не только о нем. Ты не оставишь нас на минутку? Давай, иди. Послушай, Лена, все говорят, что ты любовница сеньора Лобо. Это не так? Я знаю. Ты здесь, потому что Лобо хочет заменить меня. Но не волнуйся. Если будешь делать то, что я говорю, мы поладим. Помоги кухарке с готовкой. Потом вымоешь всю кухню, и когда закончишь, позовешь меня. Хорошо. Анибаль. Чего тебе? Ты был прав. В чем? Насчет Угарте. Он негодяй. Он пристает ко мне, он отвратителен. Да. Я проснулась утром, а он был рядом. В комнате. Смотрел на меня как... Я даже не знаю, как объяснить. Ты меня слушаешь? Мне страшно. Не похоже, Ньевис. Я больше не участвую в твоих играх. Больше нет. Я прошу помощи. И это все, что ты можешь сказать? Я всегда был не слишком разговорчив. Спасибо. Я думал, ты не придешь? Нравится панорама? Не знаю. Предпочитай номер со змеей. Вот тебе за арестантов. На следующей неделе получишь еще. Все работает. Мне скучно, Сесар. А в этой деревне нечего делать. Я все выпил, переспал со всеми женщинами в борделе. Ни одной не пропустил. Ни одной. Я приехал, чтобы подавить анархисткой восстание, ты помнишь? Хотелось движения, немного приключений. А в итоге арестовывал пьяниц и воров куриц. Но что-то должно тебе нравиться. Вот ублюдок. Возьми. Возьми же. В жизни никак без эмоций. Ты уже наполовину мертв. По лицу видно. Возьми. Давай. С меня хватит. Мы уезжаем. Возвращаемся в Бадахас. Нет, нет. Ты никуда не поедешь. Нет. У нас уговор. Если проиграю, останусь. Похоже, мы уезжаем. А. Звучит музыка. Побrio. Алина, сядь. Простите, вы так тихо вошли. С тех пор, как здесь военные, минуты тишины стали роскошью. Ты здесь уже адаптировалась? Это значительная перемена. И дом тоже большой. Если что-то понадобится, не стесняйся попросить меня. Послушайте, вы говорили, если я вдруг захочу отправить что-то отцу, вы его найдете. Я написала письмо. Возьмите. И шарф. Он постоянно простужается. Упрямый меня не слушает. Да, он упрямый. Я завтра же отправлю кого-нибудь на север с посылкой. Большое спасибо. Также велю добавить сыр и ветчины, если ты не против. Я не знаю, как вас за все это благодарить. Ты уже это сделала, переехав сюда. У тебя прекрасные волосы, Элена. Всегда носи их так, распущенными. Да, но так мне очень удобно работать. Сейчас ты не работаешь. Ты даже не понимаешь, какая ты красивая. Элена, твой сын тебя зовет. Говорит, что не может уснуть. С вашего позволения. Доброй ночи, Лидия. Ты серьезно просишь меня остаться из-за твоей фабрики? Брось. Что будет с арестованными? Ничего. Они поедут со мной. Ты не можешь так поступить. Сейчас, когда лоба у меня на крючке. Лоба, лоба, лоба. Ты им слишком одержим. Вы с ним прямо как два голубка. Поехали со мной в Бадахас. Откроешь фабрику, что угодно. Мы с тобой там отлично покутим. Ты не понимаешь. Нет, Сесар, это ты не понимаешь. Меня тошнит от этой деревни. Что тебя здесь держит? Старик? Спасибо, Росарио. Всегда пожалуйста. А если ты уедешь, испортишь мне весь бизнес? Это не моя проблема, Сесар. Дай мне неделю. Дай мне три дня. Ты невыносим, когда начинаешь капризничать. Сесар, никто не заставит меня остаться в этой дыре даже на день. Ясно? Да. Хочу устроить прощальный ужин в Большом доме. Завтра. Ноги моей там не будет. Да брось. Ради меня. Разве ты не хочешь насолить лоба? Что? Что? Имейте сострадание, не будьте так прекрасны всякий раз, когда я смотрю на вас. Убегая, вы заставляете меня желать вас еще сильнее. Я не убегаю, капитан. Я вас игнорирую. Игнорируйте, не вас. Игнорируйте. Не знаю, что вы затеяли, но это опасная игра. Обожаю опасности. Они делают все гораздо привлекательнее. Чего вам надо? То, что надо любому господину рядом с прекрасной дамой. Не смешите меня. Никакой вы не господин. Это правда. Я капитан испанской армии. Это гораздо лучше. Скажите честно, вы никогда не мечтали о капитане испанской армии у себя между ног? Ваши слова становятся все скучнее, сеньор Угарте. Так закройте мне рот. Закройте мне рот. Прикупреждаю в последний раз. Давай, Ангелес, вонзи ее и посильнее. Ты сведешь меня с ума. Ты сведешь меня с ума. Ты этого хочешь? Нельзя выходить из спальни в столь поздний час. Тем более, когда в доме гости. Спокойной ночи. Мама, мне не нравится этот дом. Я не хочу здесь жить. Послушай, милый. Посмотри на меня. Сеньор Лобо очень рад, что мы здесь. Он будет хорошо о нас заботиться. Сеньор Лобо меня пугает. И эта сеньора тоже. Мы должны быть сильными и терпеть. Знаешь, зачем нам это делать? Ради дедушки. Он этого заслуживает. И не забывай, что он сказал, что ты глава семьи. Тебе нельзя бояться. Ладно? А теперь спи. Спокойной ночи. Ничего, ничего. Спи спокойно. Ничего, ничего. Спи спокойно. Скажи, если что-то увидишь. Свет, что угодно. Ничего. Отец, разве военным не пора уезжать? Армия здесь, чтобы защитить нас. Они ведут себя так, как будто это их дом. Альмудена, дочка. Нужно быть благоразумными и терпеливыми. Мне эти военные тоже не нравятся. Но жителям деревни было необходимо преподать урок. И они его усвоили. Люди теперь спокойнее, чем мой дед. Царствие ему небесное. Главное, чтобы они больше не нападали на мою семью. Для этого вы должны заслужить их уважение, чтобы мне не пришлось возвращаться. Неужели вам не полюбились наши края? Да, эта деревня преподнесла мне несколько приятных сюрпризов. Но наша миссия здесь закончена. Мы уезжаем в Бадахас. Завтра на рассвете мы покинем землю волков. Нам вас здесь будет очень не хватать. Да, наверное. Я люблю отмечать выполнение миссии в том или ином месте. Можете назвать меня сентиментальным. Я бы тоже отметил это событие. Я так и думал. Поэтому позволил себе организовать прощальный ужин в вашем доме. И пригласил старого друга. Сесара Браво. Что? Какие-то проблемы? Да. Этот человек стрелял в синьора Лоба. Вы посадите их за один стол? Разумеется, посажу. Моя задача принести мир в эти края. Я буду разочарован, если кто-то из вас не придет. Вы позволите ему войти в наш дом? Сегодня он будет нашим гостем. Но когда армия уедет, Сесар Браво пожалеет, что переступил порог. Черт, Лол, а это обед арестантов? Их нужно накормить, а не убить этой дрянью. Мы что, тоже будем это есть? Мне что, для каждого готовить специальное блюдо? Я стала шлюхой, только чтобы не готовить. Бедные люди. Пако часто приходил в бордель. И что теперь? Стал рабом. Давайте есть. Я спешу. Ладно, все. Хватит. Тебе не о чем волноваться, Сесар. Они хорошо работают. Вчера получилось 150 бутылок. Если дальше... Жан-Мари, никаких цифр во время еды. Я хочу просто спокойно поесть. Ты же этого хотел? Чтобы фабрика работала. С тобой очень сложно, Сесар. Просто невозможно. Общение не получается. Нет. В чем теперь проблема? Военные уезжают. Завтра. Да? И хорошо. Я думала, они к нашей деревне присосутся, как пиявки. Нет, Лола, не хорошо. Не будет военных, не будет рабочих. Производству конец. И никто больше не сможет защитить нас от лоба. Купи себе всю деревню. Братишка. Да, братишка. Это твоя лучшая идея, Роман. Сесар, Сесар, подожди. Лучше я с тобой. Входите, входите. Оставь Невис в покое. Я как раз хотел с тобой поговорить. Ты официально приглашал на сегодняшний ужин. Похоже, от постоянной стрельбы у тебя плохо со слухом. Я думал, ты обрадуешься приглашению. Мне повторять не нужно. Знаешь, несмотря на то, сколько я уже пережил, остались еще вещи, вызывающие умиление. У меня тоже есть сердце, и я редко вижу таких влюбленных, как ты. Это очень трогательно. Проблема в том, что она дочь землевладельца, а ты... Деревенщина? Я хотел сказать слуга. Жаль, что вы никогда не будете вместе. Жаль, что завтра ты уезжаешь. Рано радуешься, деревенщина. Дня мне хватит, чтобы уложить ее в постель. Мне не терпится ее попробовать. Вы правы, капитан. В армии меня бы научили держать себя в руках. У вас очень импульсивный управляющий, сеньор Лоба. Держите его на поводке. Вы скоро уезжаете. Давайте не будем нервничать. Я никогда не нервничаю. Это у вас рука дрожит. Ничего себе, мама! Ты как маркиза! Сынок, что за глупости? Тебе не нравится? Очень нравится, Лидия. Если будешь здесь работать, нужно хорошо одеваться. Платье прекрасно. Как будто шито специально для меня. Но я не могу его принять. Конечно, можешь, иначе бы я тебе не предлагала. Ты уверена? Элена, я против тебя ничего не имею. Лоба ищет того, кто сможет меня заменить, но таков закон жизни. Лидия, я ни в коем случае не хочу. Оно тебе так идет. С твоей фигурой будет преступлением отдавать его на съедение Молли. К тому же в этом доме сотни таких платьев. Я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Наслаждайся. В одном из шкафов на кухне у меня есть домашний пирог специально для тебя. Но никому не говори. Ну что, остаемся? Конечно. Я похожа на принцессу. Нет, на маркизу. Ты знаешь, что Сосар Браво ужинает сегодня с нами? Все разговоры только об этом. Как низко мы пали. Что стало с отцом? Завтра все закончится. Капитаны его армии будут далеко от земли волков. Анибаль. Забудь ее. Или будь с ней. О чем ты? Зачем ты вернулся? Ради земель? Ради скота? Ради отца? Или ради нее? Для тебя все просто. Просто? Что ты понимаешь? Исабель, у тебя все это есть. Отец, сестры. Но я... Я не знаю, кто я. Я лишь знаю, что ты пытался забыть ее. Но не смог. Ты совершаешь ошибку, Сосар. Это опасное дело. Все решено, Жан-Мари. Эй, ты. Зачем ты собрался ужинать у меня дома? Меня пригласил Угарте. Идем, Жан-Мари. Ты добьешь моего отца, если придешь. Прекрасная причина принять приглашение. Ты всех нас убьешь. Ты этого хочешь? Аль-Мудена, не устраивай спектакль. Видел бы тебя твой муж. Я тебя ненавижу. Лучше бы ты не родился. Я тебя ненавижу. Пошли. Все нормально? Да. Здесь все. Все деньги, что мы украли, то есть заработали на картине, у нас ничего не останется для фабрики. Ты уверен? Пошли. Я сам. Я привык выступать на публике. В университете меня всегда выбирали докладчиком. Я прирожденный оратор. Вы считаете меня предателем, потому что ваши люди на меня работают. Но как мы дошли до этого? Знаете, почему здесь военные? Почему вы голодаете? И почему вы разорены? Потому что лобо держит вас на коротком поводке. И так будет продолжаться вечно, если не вмешаться. И что ты предлагаешь, Браво? Я выплачу ваш долг перед лобо. Что это значит? Это значит, что сумма долга, включая проценты, будет погашена немедленно и абсолютно. Это значит, что вы навсегда освободитесь от лобо. Именно. Да, но нам придется выплачивать долг тебе. Со мной проблем не будет. Заплатите, когда сможете. А ты что с этого получишь? Это мое дело. Ты просто хочешь насолить лобо. Мое предложение действительно до вечера. Хотите освободиться от лобо? Жду вас у себя дома с готовыми контрактами. Есть вопросы? Сомнения? Может, пожелания? Он хочет купить нас. Так же, как арестантов. Что тут сказать, Армения? Чтобы освободиться от лобо, я готов дьяволу душу продать. Я пойду к Браво подписывать контракт. И всем советую последовать моему примеру. Другого шанса у нас уже не будет. Это невозможно. Что ты здесь делаешь? Зачем ты пришла? Что с вами? Нет. 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 Не подходи. Отойди от меня. Вы хорошо себя чувствуете? Нет. Я не виноват. Синьор Лобо, успокойтесь. Успокойтесь. Ты пришла отомстить? Нет. 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 Не трогай меня. Господи. Что с ней? Только не опять, Лидия. Только не опять. Анибаль! Анибаль! Что случилось? Она упала с лестницы. Помоги застегнуть, у меня не получается. У меня сейчас голова взорвется. Не волнуйся, Альмудена. Как мне не волноваться? Не понимаю, почему вы так спокойны. После ужина Сесар Браво за все заплатит. Не могу поверить, что отец согласился. А что ему оставалось, отец ничего не мог поделать. Предотвратить это. После всего, что он сделал, он приходит к нам домой посмеяться. Альмудена, забудь о нем. Для меня его не существует. Как забыть того, кого ненавидишь? Для начала перестать о нем говорить. Ты права. Ладно. Помогите мне выбрать колье. Какое мне лучше надеть? Ты слишком усердно прихорашиваешься для того, кого ненавидишь. Как ты смеешь так говорить? Не знаю. Мне показалось, ты хочешь его впечатлить. И я не хочу, чтобы Сесар думал, что я чахну без него. Вот и все. Не волнуйся. Сеньори Теньевис, Анибаль хочет с вами поговорить. Ну что, чего тебе? Послушай, Теньевис, мне надоела эта игра. Опять браслет расстегнулся? Забудь о браслете. Я должен сказать тебе что-то очень важное. Надо же. Теперь ты разговорчив. Уже шесть месяцев я... Сеньори Теньевис. Что? Пройдемте с нами. Простите, я никуда не пойду. Это приказ капитана. Вы слышали, сеньори Теньевис? Взять ее. Анибаль. Пошли, быстро. Его тоже забираем. Давайте, шевелитесь. Быстро. Несите трубы к колодцу. Быстрее. И те доски тоже. Черт, Жан-Мари, они больше не могут. Они без сил. Давай. Сколько в одном братье зла, столько в другом доброты. Хотя он и не такой красавчик. Ладно, Лола. Пошли. Шагайте. Что ты здесь делаешь? Прости. Дверь была открыта, но никого не было. Отойди. Чего ты хочешь? Хотела поблагодарить тебя за тот раз. Да. Прокрадываясь в мой дом. Что ты искала? Знаю, мы не очень хорошо начали. Но мы с тобой похожи. Гораздо больше, чем ты думаешь. И что? Бросься, Сара. Неужели ты был не рад обнаружить меня здесь? Не вижу в этом ничего радостного. Понимаю твою реакцию. Но мне не нравится, когда меня хватают. А мне не нравится, когда в меня целятся. Откуда ты взялась? Женщина имеет право защищаться. И у тебя неплохо получается. Спасибо. Не нальешь мне выпить? Отпустите меня немедленно! Стойте! 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 Что вы сделали с Невис? Молчи! Где она? Ради вашего же блага, надеюсь, с ней все хорошо. Что ты задумал? Отпустите меня. Никто не узнает. Но что скажет капитан, когда узнает, что я сбежал? Что ты такое несешь? Где она? Где? Хотела стать танцовщицей. Кто же научил тебя так драться? Что? Не нравится? Чего-то не хватает. Зачем тебе это? Из-за этого было две войны. Я чуть не начал еще одну. Знаешь, за сколько можно добраться до Китая? Не знаю. И знать не хочу. С этим в одну секунду. Я нет. Спасибо. Почему нет? Я не доверяю китайцам. А мне доверяешь? Я не доверяю собственной тени. Пожалуйста, нет. Прошу вас. Отпустите меня. Куда вы меня ведете? Куда? Что вы со мной сделаете? Вам нужны деньги? Вы опоздали. Надеюсь, еда не остыла. Будет обидно. Свободны. Как ты смеешь со мной так обращаться? Я скажу отцу, и он убьет тебя. Твоему отцу лучше ничего не говорить. У бедняги и так проблем хватает. Прошу. И не надейся. Ты же хочешь. Ты идиот. Знаю. Но я накрыл на стол из лучших побуждений. И что это за побуждения? Любоваться тобой несколько часов. Вот и все. Вина? Нет. Не хочу. Не нравится? Да будет так. Можешь уйти, когда захочешь. Вот только нельзя не попробовать этот сыр. Его привезли прямо из Италии. Сделали из утреннего молока. Почему я должна оставаться? Потому что такая особенная девушка, как ты, заслуживает лучшего. А этот сыр... Этот сыр самый лучший. Пожалуйста, останься. Потом я отвезу тебя домой. Пожалуйста. Раз уж из Италии, надо попробовать. Подожди. Пожалуйста, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как тебе? Что скажешь? Выпьем за это Ты можешь поехать со мной Хотел бы стать женой капитана Я могу дать тебе любую роскошь, что пожелаешь Ты будешь жить как королева Что скажешь? Думаешь, меня можно этим купить? Одним обедом? Я кажусь настолько доступной? Ты права, это неуважительно Видимо, армия делает сердце жестким У вас не получится, капитан Угарте Нет Что именно? Поцеловать меня Поцеловать меня Я добиваюсь всего, что пожелаю Всегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты делаешь? Не порви Тебе очень повезло, Елена Просто ссадина Не понимаю, Лидия Почему он так сделал? Лобо не здоров С тех пор, как ему выстрелили в голову Он видит то, чего нет Не принимая это на свой счет Он бы не навредил тебе Добрый день Добрый день, Арминия Я принесла заказ для сегодняшнего ужина Ты можешь принять, Елена? Да Я посмотрю, как там девочки Что с тобой случилось? Ничего Ударилось Ты не заходишь в деревню С тех пор, как твоего отца отпустили Тебе там нечего делать? Ты на что-то намекаешь, Эрминия? Я ничего не могла для них сделать, клянусь Зато смогла попросить приютить тебя в большом доме, да? Конечно Тебе здесь хорошо Еда, новая одежда Сколько было речей о противостоянии Лобо А сама пригрелась у него под крылышком Ты не понимаешь У меня все забрали, Эрминия, пойми Дом, работа, отца Тебе лучше уйти В этом доме нельзя сидеть без дела Тебе лучше уйти Кто вы такие? Что вам нужно? У меня ничего нет Решил заключить контракт с Браво? Что если да? На колени На колени! Нет Я ничего не подпишу Клянусь, я бы не поступил так слабо Хуже предательства может быть только одно Трусливая ложь Нет, пожалуйста Не убивайте меня, умоляю Умоляю Слишком поздно Себастьян Ты же Себастьян Не убивай меня, пожалуйста Что я тебе сделал? Что я тебе сделал? Пожалуйста Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, никто не придет Сесар Здесь все до сих пор боятся лоба Терпение, французишка Мы ждем уже несколько часов И никого Смирись Сесар Раньше мы справлялись без угарта И теперь сможем Сесар Сесар Лобо И я не допущу Чтобы военные ушли Идем, Лола Все нормально? Мне повина Да, идем в дом Анибаль Ты цел? Они тебе что-нибудь сделали? Капитан не оставляет меня в покое Но ему не на что надеяться И я дала ему понять Уверен, он понял Это твое Что я могла сделать? Драться с ним? Я просила тебя помочь Из-за тебя это случилось Так, ребятки Вот и еда Молодцы 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 Ужин почти. Зачем ты дала ей это платье, Лидия? Ты же знаешь, что оно для меня значит. Антонио, я не... Даже не думай, что сможешь обмануть меня. Я не хочу вспоминать, что случилось в тот день. И оставь Элену в покое. Теперь уходи. Скоро придут гости. Вы точно не пойдете, лейтенант? Точно, капитан. Я лучше подготовлюсь к отъезду, если вы не против. Хорошо. К рассвету все должно быть готово. Разумеется. Хорошего вечера. Скажи что-нибудь. Ты точно хочешь услышать это от меня? А от кого же еще? Думаешь, я идиот? Ты оделась для Сесара Браво. Не говори глупости, Феликс. С каждым днем я все больше проклинаю момент нашей встречи. Он принес в нашу семью одни несчастья. Думаешь, у меня есть желание для него прихорашиваться? Что ты делаешь? Ты сошел с ума? Феликс! Феликс! Феликс, открой дверь. Феликс! 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 Добрый вечер. Вижу, все готово. Хорошо. Веселье начинается. А где Альмудена? Плохо себя чувствует. Она останется наверху. Но все нормально? Да, ничего серьезного. У тебя шесть часов, чтобы решить, хочешь ли ты выйти за меня. ПОДПИШИСЬ! Что ты делаешь? Не с места! ПОДПИШИСЬ! 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 Шагай в участок! ПОДПИШИСЬ! 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 ПОЧАСЫ! Веселее, господа, веселее, а то здесь как на похоронах. Спасибо, капитан. Синьор Лобо, пришел Сесар Браво. Наконец-то, а теперь здесь станет веселее. Добрый вечер. Добрый вечер, Сеситар. Прости, здесь немного скучновато. Другого я и не ждал. Мне уже гораздо лучше. Дружище, так вот, что держит тебя в этой дыре. Выпить хочешь? Пошли. Надеюсь, что после вашего отъезда все вернется на свои места. И не надейся, Лобо. Нет? Что же, по-твоему, случится? Сколько бы ты их ни запугивал, люди примут мое предложение, и все здесь станет моим. Сомневаюсь, что доживу до этого. Ты прекрасно знаешь, что твои дни как покровители здесь сочтены. Ладно, ладно, господа. Надеюсь, когда мы уедем, вы будете вести себя приличнее. А теперь давайте пить. Пошли. Я сказала тебе не приходить. А я сказал, что приду. Поднимем бокалы, господа и дамы. И выпьем за то, чтобы испанская армия нескоро вернулась на землю волков. Капитан? Лейтенант? Кто-то взорвал склад боеприпасов. Прошу прощения. Все в участок. Наверх. Закройте двери и окна. Никому не выходить из дома. Быстро! Все на кухню, живо. Ты довольна? Показалось этому несчастному. Ты запер меня в последний раз. Думаешь, у меня нет копии ключа? Посмотрим, что скажет отец, когда узнает об этом. Ты права. Не знаю, что со мной такое. Проклятая ревность. Не могу ее контролировать. Но я обещаю. Все изменится. У кого хватило наглости? Солдат видел человека, но тот сбежал. Всего одного? Как он в одиночку смог пробраться сюда, лейтенант? Скажите что-нибудь вразумительное. Не могу. Скажите что-нибудь вразумительное. Сколько убитых? Один солдат мертв, второй в тяжелом состоянии. Скажи, что он видел его лицо. Он не может говорить, капитан. Не может говорить. Не может говорить. Все, кто был в участке на дежурстве, будут вызваны на военный совет. Мы остаемся здесь. Завтра собрать всех на главной площади. Вчерашнее происшествие. Это не просто покушение против испанской армии. Но и оскорбление чести испанской короны. Поэтому я объявляю военное положение. Лейтенант. Все вы должны быть дома после восьми часов вечера. Никто не может приезжать и уезжать с земли волков. Оружие будет конфисковано. Все оружие. Кто не подчинится закону, будет арестован. Капитан. Сосара Браво, вы тоже обезоружите? Разумеется. Сосара Браво, вы тоже. Прошу вас подписать. Спокойно. Если подпишете, вы ничего не будете должны, Лобо. Вы будете свободны. Ты подпишешь? После того, что со мной сделали? Буду первым. Не подписывай. Трактир, это все, что у меня есть, Браво. Если подпишу, я в твоих руках. Ты не пожалеешь, Ирминия. Не двигайся. Ирминия. Все это то, что у меня есть. Ирминий. Получ缺ь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В предыдущих сериях, как только уйдут солдаты, я вернусь и увезу ее. Я не позволю вам заполучить мою дочь. Я рад, что ты наконец согласилась переехать сюда. Вы сказали обратиться к вам, если я что-нибудь захочу передать отцу. Ты даже не представляешь, насколько ты красива. Говорят, ты любовница синьора Лоба. Это неправда. Если будешь делать, как я скажу, мы поладим. Я не хочу вспоминать о том, что произошло. И не подходи к колене. Эй, а ты откуда взялась? Не порви. Не люблю ни наряды, ни украшения. У тебя есть жених? Мужчина? Ни за что. Ты прекрасна. Ты просто другая. Не хочу быть другой. Не знаю, что за игру вы ведете, но это опасно. Забудь про Нелис. Я никуда не поеду. Приказ капитана. Вы все слышали? Анибаль! Хочешь стать женой капитана? Будешь жить как хоролева? Вылезайте! Будете работать на Сесаро Браво. Получите воду и жилье. Тем, кто вздумает бежать, я займусь лично. Мы уходим. Возвращаемся в Бадахас. Нет армии, нет рабочих. Производство встанет. Я заплачу ваши долги Лоба. Вернете, как сможете. Я не подпишу, клянусь. Я бы не поступил так злобо. Сколько ты их не запугивай. Люди заключат со мной договор. Земля волков будет моей. Пока я жив, этому не бывать. Кроме трактира у меня ничего нет. Ты не пожалеешь о меня? Хочу устроить прощальный ужин в большом доме. Я туда не на горе. Он столько принес моей семье. Думаешь, я все еще хочу ему нравиться? Сегодня этот человек наш гость. Но как только уйдут военные, Сесар Браво пожалеет, что переступил порог этого дома. Не знаю, что со мной. Проклятая ревность не дает покоя, но это пройдет. Кто-то взорвал боеприпасы. Солдат видел человека, но тот сбежал. Как сюда проник посторонний? Отвечайте, мне нужен ответ! Никто не покинет землю волков. Кто нарушит указ, будет арестован. Вступайте по домам. Вход и выход из деревни запрещены. В таверне спиртное на исходе. Прикажете клиентам воду подавать? А у меня жена Вильягос Анастасиак. Умоляю, пропустите меня. Довольно. Расходитесь, или я вас арестую. Стой! Проезд закрыт. Я Сосар Браво. У меня разрешение от капитана Угарде. Если вы взгляды убивали, лежать нам сейчас на кладбище. Почему их пропустили, а нас нет? Да, почему? Потому что я так сказал. Что-то не нравится? Лейтенант, пусть люди идут по домам. Это в их же интересах. Педраса, стреляй. Я сказал, стреляй. Сожалеемый капитан. Кто-то еще сожалеет? Земля волков. Волков. Похоже, взрыв устроил один человек. Солдаты все округу отцепили. Тайны хранить умеешь? Конечно. Завтра я покину землю волков. Что? Не уезжай, Аннибаль. Это опасно. Опасно? И кто мне помешает? Армия? Иди, убери это. Терпение, сеньор Лобо, терпение. Рано или поздно они уберутся. Надо от них избавиться, и ты мне поможешь. Но, сеньор Лобо, это же королевская армия. Все равно, что с огнем играется. Да, верно. В конце концов, они уйдут, и все будет по-прежнему. Если я захочу. Так что пора бы решать, ты со мной или против меня. Как это понимать? А так что на земле волков ты больше не хозяин. Здесь все, что тебе должны жители, это последние беседы. А вы свидетели. Долг уплачен. Твои друзья здесь ненавечно. Некому будет тебя защитить. Росарио, я угощаю всех. Выпьем за здоровье, сеньора Лобо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что стряслось? Там мой кот. Что с котом? Это Феликс. Все нормально. Но, клянусь, там был кот. Что за крики? Не переживай, Росита. Альмудене приснился страшный сон. Нет, это был не сон. Я видела мертвого кота. Мертвого? Росита. Росита. Феликс убил его. Альмудена, хватит. Тебе нужно отдохнуть. А то у тебя одни глупости в голове. Роса, пойдем, мое сокровище. Освежиться хочешь? Не торопись, а то захлебнешься. Лола, подойди. Будь добра, не отвлекай людей. С твоей улыбочкой никакой работы. Но это же для поднятия духа. Их нагота вызывает в тебе жалость, верно? Принеси мне воды. Лола, Жан-Мари, есть повод выпить. Перед вами новый хозяин земли волков. Выпьем, Роман. Нечего тут праздновать. Видели, как на нас смотрят? Мы для них как лоба. Или хуже. Какая разница, как они смотрят? Займись своим делом. Рабовладельческим? Прибыльно, да? Тебе этот взрыв только на руку. Когда эти люди вернутся к своим семьям? Нравится трепать мне нервы, Роман. Что с тобой? Недоволен нашими успехами? Ты продался. Жаль, но люди думают, что и я тоже. Плевать ты хотел на людей. Тебя только Елена заботит. Да, пусть так. Да. Но у меня есть сердце. А ты во что превратился? Все это из-за шлюхи Альмудены. Нет, нет, нет. Цесар! Ради бога. Давайте, за работу. Капитан? Что слышно о том, кто устроил взрыв? Пока ничего, сеньор. Лейтенант, я пожалел вас и не отдал по трибуналу. Я начинаю думать, что напрасно. По вашей милости, мы остались без боеприпасов. Не говоря о том, какими клоунами мы выглядим. Мне нужен этот человек, лейтенант. Живой или мертвый. Вы меня поняли? Да, мой капитан. Так не стойте же, как истукан. Какой сюрприз, сеньор Лоба. Только не говорите, что вы соскучились. Извините, я очень занят. Ищите того, кто взорвал ваш пороховой склад? Так вот, он гораздо ближе, чем вы думаете. Уж не вы ли это? Слабо верится, чтобы вы были способны на какой-либо подвиг. Капитан, человек, напавший на казарму, хотел, чтобы вы остались. От присутствия армии выигрывал лишь один человек, и все это знают. Все, кроме вас, как оказалось. СССР Браво. Постойте-ка. Не вы ли сказали мне, что СССР Браво руководил анархистским мятежом? Думаете, в этой деревне достаточно смельчаков, способных войти в казарму, полную солдат, взорвать пороховой склад и выйти, как ни в чем не бывало? Скажите. Вы и правда столь добрые друзья? У вас, наверное, много дел, сеньор Лобо. Всего хорошего. Спасибо, капитан. Вам того же. Капрал. Сеньор. Пошлите за СССР Браво. Ты меня звал? Я не хочу оторвать тебя от твоих занятий. Рискнешь? Сними шляпу и плащ. Только мешать будут. На кулаках я дерусь лучше, Мигель. Я тоже. Ну же, давай. Кабальера отличает владение клинком. Ты ведь не боишься? Ты ведь не работай в шляпе? Кабальера отличает владение клинка. Сеньор лом пошат. Как раз перед твоим приходом я размышлял о негодяи, взорвавшем мой пороховой склад А он еще на свободе? Кому выгодно наше присутствие, СССР? Не считая тебя, разумеется Шлюхом из борделя Кем бы он ни был, он ловок Сунуться в казарму полный солдат И выйти без единой царапины У тебя на примете есть такой локач? Ты меня в чем-то обвиняешь? Нет Я тебя не обвиняю Ты же мой друг Ты бы меня не предал В противном случае я бы тебя собственными руками убил Значит, ни в чем меня не обвиняешь Отличный бой, старина Хочу попросить тебя об услуге Как друга Ради бога Не толпиться, до каждого дойдет очередь Я переживаю за Аль-Мудену Может, скажем отцу? Нет У твоего отца и так полно забот Только фантазий твоей сестры ему и не хватало Ему нужен отдых А после того, что случилось Про Аль-Мудену ему и вовсе говорить не стоит Понимаешь? Ты слушаешь, Исабель? Да Ни слова отцу Может, пойдем? Чувствую себя, не важно Что с тобой? Голова разболелась Пойдем? Идиотка! Исабель Смотреть надо, куда идешь Извините, сеньорита Ради бога, извините меня Что это на тебя нашло? Говорю же, голова болит Всего хорошего Зачем мы сюда приехали? Я двух людей пред взрыве потерял Поможешь мне за них поквитаться? Как тебе Вон тот Что? Я ничего не сделал Пустите меня Пустите Куда вы его? Мама! Казнить его И еще пятерых Троих Троих за каждого погибшего солдата Если только трус, что взорвал мой склад Не сдастся Твоя очередь, Сесар Выбирай Не вмешивай меня в свои дела Я тебя как друга прошу Окажешь мне услугу Выберешь ты кого-то или нет Ладно Вон тот Тот Всем оставаться на площади Анибаль Дождись меня, пожалуйста Страшно одной на улицу выходить Если тебя не будет, когда я вернусь, уеду Стой! Помогите, меня хотят убить Меня убьют А я-то что могу? Я не хочу умирать У меня дети Оставь ее в покое Анибаль его убьют Это не наше дело За мной Вылезай Торт Идем Живо Господи, они идут Эй, вы! Сюда никто не входил? Вы нам? Нет Убирайтесь, пока я вас не арестовал Убирайтесь, пока я вас не арестовал Убив невинных, ты только все усугубишь Не забывайся, сэр Не я отправлю этих тупиц к праотцам А трус, что взорвал склад Если он сдастся Никто больше не умрет Вот, любимая, выпей Тебе станет легче Пей, не бойся Я знаю, это сделал ты Альмодена? Как ты себя чувствуешь? Намного лучше Но ей необходим полный покой Нет Останьтесь, пожалуйста Да Останьтесь Ее слово закон А мне нужно навестить пациента Альмодена Не забудь выпить лекарства Что ты делаешь? Я не доверяю Феликсу И чувствую себя отвратительно Я думаю Он пытается меня отравить Альмодена, ты носишь его ребенка Зачем ему это? Он желает мне зла Он знает Я никогда его не полюблю Вот и подбросил мне Мертвого кота Но кот жив и здоров Тебе приснилось? Нет Феликс убил его И нашел похожего Чтобы все думали, что кот жив Я не спятила Я видела Конечно, не спятила Просто Нервы шалят Нервы? Вы мне не верите Феликс, чудовище Когда вы это поймете Будет слишком поздно Субтитры создавал DimaTorzok Можем этого конюха На свадьбу пригласить Правда Ты мне еще не ответила А ты не просил Мои руки у отца Это значит, да Вечером Приходи ко мне на ужин А завтра Как только выяснится Кто взорвал склад Мы Торжественно Объявим О помолвке А как же Небольшой аванс Приличные девушки Умеют ждать Я знаю Тысячу способов Как скрасить ожидания Это тебе Например, молиться Чтобы усмирить Плотские желания Да Сперва молиться А потом Делать все возможное Чтобы их утолить Не могу Не будем забегать вперед Сначала попроси Мои руки у отца Ты уверена? Подойди Ты не представляешь Как я соскучилась Совсем Одна Ждала тебя Но я знала Что ты придешь Правда? Придется нагонять упущенное Ты слишком скован Расслабься Прекрати Я сказал Прекрати С работой своей Не можешь справиться Ты мне наскучила Не хочу тебя видеть Нет, нет Нет, я этого не допущу Нет Чего ты не допустишь Ты подстилка Расслабься А Бедняжка Аль-Мудена На нее больно смотреть Может, дело в беременности? Нет Причина кроется в другом Сесар А если Аль-Мудена говорит правду? Феликс не сделала ее счастливой Но он всегда был добр к ней Мы это знаем Откуда нам это знать? У всех есть свои скелеты в шкафу Разве не так? Роса в нем души не чает Она также относится и к отцу Иди сюда Почему не ищешь клиентов, как остальные? Вот, Лобо меня разукрасил Ерунда, почти не видно Ступай Здесь тебе не богодельня Давай Запрет снят Посмотрим, как ты ублажала, сеньора Лобо Не зли меня Как разозлила старика Она будет хорошей девочкой Так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не даром тебя девушки стороной обходят О чем думаешь? О делах? О женщине? Об убитых людях Все хорошо Спасибо Капитан Угарте хочет жениться на мне Меня это не касается Я не на зло тебе это говорю Просто хочу, чтобы ты меня понял Что понял? Что ты любишь меня, а выходишь за него? Ханнибалер От того, что он предлагает, не отказываются Точно Дом в Мадриде Дорогие платья Балы Знакомая песня Вероятно, это мой единственный шанс И что ты хочешь услышать в ответ, Невис? Когда двое любят друг друга Но не могут быть вместе Как сказать, все кончено? Никак Анибаль Невис Анибаль Я желаю тебе счастья Ради Бога, не говори так Что ты сделал? Она вышла в слезах Надеюсь, ты сдержишь слово А не сдержу, так что, отшлепаешь меня? Я найду тебя и сотру в порошок Сеньор Лоба Уделите минуту, это важно Входи Входи Помните Я передала вам посылку для моего отца Конечно Вот что валялось во дворе Что? Как же так? Черт бы его побрал Скуда умный пропойца Давно надо было его уволить Но как я мог поручить это ему? Как мне в голову это пришло? Успокойтесь, ничего страшного Если позволите, я для него другую посылку передам Да, разумеется Но ты в курсе, что военные перекрыли выезд из деревни? Придется поговорить с капитаном Хорошо Сеньор Лоба Вам не здоровится? Проклятая голова Совсем до канала Если я чем-то могу помочь Вы только скажите Нет, нет, нет Ладно Хотя постой Если тебе не сложно Растирание могло бы снять Боль Растирание? Да Спасибо Спасибо Хватит меня преследовать. Я не хотела тебя обидеть. Довольно? Нет. Ответь. Зачем ты за мной ходишь? Чего ты хочешь? Того же, что и ты. Я ничего не хочу. Ничего. Ты уверена? Что ты делаешь? А ты не видишь? Чувствуешь, как бьется? Это из-за тебя. Отстань от меня. Ахахахахахахаа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Стой! Дернешься, и ты покойник. Руки за голову, медленно. Ты знал, что выезд из деревни запрещен? Очень жаль, что ты меня встретил. Синьоре де Люгарте. Мерзавец. 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 Что ты делаешь? Не подходи. Не хочу тебя видеть. Перестань. Сначала я винила себя. Но теперь уверена, это ты сумасшедший. И я не успокоюсь, пока не узнаю правду. Альмудена, правда в том, что для всех я примерный муж. А ты бедолага, теряющий рассудок. Я больше не люблю тебя. Все, что мне от тебя нужно, это ребенок, которого ты носишь. Он мой. Когда он родится, я заберу его, и мы исчезнем. Я не отдам тебе ребенка. Слышишь? Ты моя жена. И принадлежишь мне по закону. Могу делать с тобой, что захочу. Да хоть в сумасшедший дом отправить. Никто меня не осудит. Смейся, смейся. Но когда узнает мой отец... Твои мысли мне известны. Сесар бы никогда не ударил женщину. Так заруби себе на носу. Я не Сесар. Я твой муж. И он не придет тебе на помощь. Ты меня поняла? Людей на производстве не хватает. Те, которых ты хочешь казнить, мне бы очень сгодились. Ты это серьезно? Нет, и еще раз нет, Сесар. Плачу вдвойне. Они тебе правда нужны? Или ты слишком жалостев? Так вот, лишь в том случае никто не умрет, если виновность сдастся. Но, похоже, он немного застенчен. Синьор Виталобо уже здесь? Проси. Проси. Ты пунктуально. И красиво, как никогда. Ужинать будем здесь? Нет, красенцы. Сейчас увидишь, что я для тебя приготовил. Надеюсь, этот прохвост не останется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стоять! Скотина, посмел явиться в мой дом? Сейчас я его встречу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скажи, что это был не ты. Что? Ты любишь пруть показывать, но не глупо ли убивать Угарте? Убивать Угарте? Только не лги мне, брат. Сесар, я Жанам, Марии и Лолой был здесь. Проси их. Причистая дева. Без греха зачатая. Падре, я пришла, потому что больше мне некому открыться. И правильно, дочь моя, выслушивать слуг Господа – мое назначение. У меня были нечистые помыслы. Что… что за помыслы? Я почувствовала влечение к одному. Человеку, который не для меня. Боже правый. Этот человек состоит в священном браке. Нет, нет, Падре. Это женщина. Матерь Божья, ради всего святого. Это были лишь помыслы или нечто большее? Вы ласкали друг друга? Нет. Клянусь, Падре. Ты должна быть сильной. Дьявол испытывает тебя. Не подходи к этой женщине. Или гореть тебе в адском пламени до скончания веков. Почему? Именно я. Только Господь знает ответ. Кто ты, дочь моя? Где были ваши люди? Так вы охраняете казармы? Солдаты были в деревне, капитан. Искали того, кто взорвал склад. Как вы и приказали. Я вижу, поиски ваши увенчались успехом. Убирайтесь. Зачем звал? Помоги мне поймать этого негодяя. Я думал, ты меня подозреваешь. Подозревал. До прошлой ночи. Ты ведь не мог быть в двух местах одновременно. К тому же, здесь ты мой единственный друг. Не рассчитывай на меня, я слишком занят. Разве что ты передумаешь и дашь мне рабочих для производства. По-хорошему тебя прошу. Замуж? Замечательно. Жена капитана. Звучит красиво. Но пока никому не говори, ладно? Это будет наш секрет. Конечно. Да. Ньевис, ты как-нибудь пригласишь меня на бал? Ньевис, ты возьмешь меня на бал? Дорогой Мигель, мы с твоим сыном ждем от тебя вестей. Ньевис. Ньевис, что такое? С тех пор, как ты уехал из Мадрида, от тебя ни в строчке. Ньевис! Я ведь жена тебе умоляю, ответь на письмо, чтобы я знала, что у тебя все хорошо. Ньевис, что с тобой? Ньевис! Ньевис, что случилось? Анибаль, есть разговор. Послушай. Я знаю, что это ты напал на капитана. Ты ошибаешься. Неважно, Анибаль, это неважно. Мужчины, которых хотят казнить, невиновны. Мы должны что-то сделать. Помолюсь за них. Боже, неужели всем наплевать? Клянусь, Анибаль. Я готова на все, но одной мне не справиться. Анибаль, ты их единственная надежда. Хочешь, чтобы я их освободил? Как? Солдаты все оружие конфисковали. Я достану оружие. Зачем пришел? Хочу помочь. Роман, уходи. Давай. И ты ничего не слышал. Сядь. Прошу тебя, сядь. Я умею стрелять и могу достать оружие. Я не хочу говорить с другом капитана. Это мой брат, его друг. Ты же меня знаешь, Элена. Я тебя не знаю. Так что уходи. Постой, Роман. Анибаль, ты сам сказал. Без оружия ничего не выйдет. Ради Бога. Подумай о семьях этих людей. Подумай. Пожалуйста. Подозреваю, ужин тебе не понравился, не так ли? Ты самонадеянный, неотесанный солдафон. Мне был нужен лишь твой статус. Я счастлива, что мне не придется потратить жизнь на такого кретина, как ты. Как всегда, вовремя. Мне уже гораздо лучше. Спасибо, Элена. У тебя золотые руки. И кожа словно шелк. Молчишь. Тебя что-то тревожит? Нет. Нет, нет, нет. Все хорошо. Где ты была утром? Роса ждала тебя, чтобы прогуляться. Мне нужно было в деревню. И я немного задержалась. Это не повторится. Извините. Хорошо. Я поговорил с капитаном. Пока они не снимут оцепление, мы ничего не сможем передать твоему отцу. Да. Я понимаю. Элена, Росида тебя зовет. Я сама его разотру. Ступай. Ступай. Антонио, будь осторожен с этой девушкой. Лидия, хватит меня получать. Оставь меня, пожалуйста. А растирание? Ты что, оглохла? Я же сказал. Оставь меня. Вон! Альмудена, ты куда? Поговорить с отцом. Не кстати, отцу не здоровиться. Я не могу ждать тата. Он должен узнать. Узнать что? Феликс сумасшедший. Альмудена, ради бога. Как ты не понимаешь? Остановить его может только отец. Давай-ка выпьем чаю и все обсудим. Пойдем. Я заварю. Нет. Альмудена довольна. Знаю, ты вышла замуж за нелюбимого. Но ты сильная. Ты научишься его любить. В семье и так одни неприятности. Отец болен, Росида ослепла. Этого предостаточно. Тебе не кажется? Отец болен, Росида. Отец болен, Росида. Отец болен. Росида. Отец болен, Росида. Можно? Надо же Что привело сюда эти очаровательные ножки? Подумала, станцую для тебя, подниму настроение А я решил, ты пришла открыть мне свою тайну Это особый танец, тебе понравится Так уж и особый Ты понял, что от тебя требуется? Да, сеньор Так перестань улыбаться, как идиот И смотри, не подведи меня в этот раз Или я дам повод Анибалю вышвырнуть тебя отсюда Не нужно Вы можете на меня положиться Тебе так нравится этот ключ Красивый Что он открывает? Твое чресло? Нет, правда Что? Не знаю Ты мне скажи Что? Не знаю Твое сердце 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Я должен был доставить это в Мадрид. Решил, вы захотите взглянуть? Дима Торзок Альмудена. Альмудена. Зачем ты пришла? Ответь. Что случилось? Расскажи мне. Что случилось, Альмудена? Альмудена, что ты здесь делаешь? В твоем положении нельзя перенапрягаться. Тебе нужен покой. Дома все с ума сходят. Пойдем. Альмудене, альмудене! Альмудене, я делаюanut 20 же метров? С enthusiast Торзок Торзок Тор� Торзок Почему ты вернулся? Сожалею, меня поймали на выходе. Дорожайший генерал Руиз, жаль, что приходится писать себе при таких обстоятельствах. Данным письмом хочу сообщить о серьезных и грубых нарушениях, допускаемых капитаном Угарта на земле волков. И так далее, и так далее, и так далее. Вот что вы обо мне думаете, да, сеньор Лобо? Я искренне полагал, что вы испытываете ко мне уважение. Правда, глаза колет, капитан? Я мог бы арестовать вас за это. Не советую. Как видите, у меня в Мадриде есть хорошие друзья. Не переживайте. Если бы я хотел это сделать, то не явился бы к вам лично. В таком случае, чем обязан, вас и без того забот хватает. Слышал, ночью кто-то снова напал на вашу казарму. Однажды мне все это надоест, и я от вас мокрого места не оставлю. Надеюсь, я достаточно ясно выразился? Я вас понял, капитан. Вот и ладно. Кстати, у меня пропала личная почта. Вам об этом что-нибудь известно? Совсем ничего? Отныне двое моих людей будут вашей тенью. Чтобы поле, гуляющее в вашей голове, не сыграло с вами еще одну плохую шутку. Всего хорошего, сеньор Лобо. Отлично, Себастьян. Он заглотил наживку. Что делать дальше, ты знаешь. Да, сеньор. Мы не сможем вызволить арестантов в одиночку. Аннибаль. Роман меткий стрелок. А я, хоть и не держала в руках оружие, но если придется... Трое против сотни? Послушай, ты же сам сказал. Солдаты караулят все выезды. Вот мы и воспользуемся возможностью. Что-нибудь придумаем. Мы сможем. Мужчин повезут на место казни. Это наш единственный шанс. Мы могли бы как-то остановить повозку. Точно. Блестящая мысль. Ты уверена, что Роман нас не подведет? У нас нет выбора, Аннибаль. На кону жизни стольких людей. Кто-то идет. Завтра на рассвете за домом. Ты куда? В деревню. Так рано. Ты ли это? Рано или поздно, дело мое. Пожалуй. Я знал, что он не придет. Элена, пора. Пойдем. Прояви хоть немного терпения. Нам необходимо оружие. Успокойся. Успокоиться? Как бы не так. Я не хочу рисковать из-за мальчишки, которого не знаю. Меньше слов, больше дела. Не спеши. Повторим план. Нет времени. Едем. Роман? Куда собрался? Ты что, рассказал ему? Нет. Цесар, не мешай нам. Они как хотят, а ты поедешь со мной. Ты мне не указ. Аннибаль, время на исходе. Отпусти его с нами, Браво. А ты не вмешивайся. Роман, хоть раз в жизни подумай головой. Это же угар-то. Езжайте, Элина, я вас догоню. Аннибаль, только посмеи его, Кромис, убью. Слезай. Отойди от лошади. Отойди от лошади. Ты их на верную смерть послал. Повернись. Не задерживай меня. Ты не знаешь, что такое иметь брата. Доволен с собой? Теперь доволен. Доволен с собой. Идем. Нет, Аннибали еще нет. Подождем. Медлить нельзя. Сейчас или никогда. Будешь за Аннибаля? Я? Бери. Смотри. Охрана меньше, чем мы думали. Нам улыбнулась удача. Вот так улыбнулась. Опять! Пыль! Ай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скорей! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо же, брал. Капитана ждет большой сюрприз. Уведите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отпусти моего брата. Роман не тот, кого ты ищешь. Он плохо это скрывает. Как ты не понимаешь? Роман, ребенок. Какой из него организатор? Поэтому он и попался. Ты сам это знаешь. Предлагаю. Роман, в обмен на другого человека. Выкладывай. Хватит меня дурачить. Хочешь, помогу найти того типа, что тебя досадил? С потрохами тебе его сдам. Я жду. Дай слово, что отпустишь Романа. Даю слово. Это Анибаль. Человек-лоба. Земля волков. Мы пришли задержать Анибали за преступление против армии. Золотой дублон тому, кто его сдаст. Где ты спрячешься, если из деревни выйти нельзя? Угар, ты обещал тебя вытащить. Я знаю, Анибали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Яке воно счастья, якої подоби, І ще не на часі, а б'ється в утробі. Жарветься на волю і ніжками б'ється, Яка його доля питається серця. І ні, і це серце, серце гаряче, Це тільки щасливі, такі, не терплячі, А доля щасливого завжди крилата, І з ніжності мами, і з мужності тата. Яке воно счастья, тепер точно знаю, Коли дві любові в одну доливають. Приходить до дями в небеснім горнятку, Частинка від мами, частинка від татка. І тішиться серце, серце гаряче, Це тільки щасливі, такі, не терплячі, А доля щасливого завжди крилата, І з ніжності мами, і з мужності тата. Яке воно щастя, якої подоби, І ще не на часі, а б'ється утробі. Приходить до дями в небеснім горнятку, Частинка від мами, частинка від татка. І тішиться серце, серце гаряче, Це тільки щасливі, такі, не терплячі, А доля щасливого завжди крилата, І з ніжності мами, і з мужності тата. І тішиться серце, серце гаряче, Тільки щасливі, такі, не терплячі, А доля щасливого завжди крилата, І з ніжності мами, і з мужності тата. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!